Мне впадло. А этот Restream-овский бот, он такой бот. Так, сейчас что-нибудь напишу туда. Что-нибудь туда напишу. Да, это я, да, согласен. Так, судя по всему, он не подхватился, да? Нет, печально, ладно. Так, а как бы мне читать тогда чат? Чтобы прям хорошо-то было. Или, может быть, ботяра все-таки раздуплится сейчас через пару минут. Ладно, посмотрим. Короче, сейчас я это самое... Еще пять минут подождем, я кофейку все заварил. Вот, я сейчас... Ладно, сейчас, короче, две минуты. Это я без проблем, господи. В принципе, сейчас, собственно, Сэнди потащатся и, в общем-то, можно начинать, потому что больше вроде никто. Что-то у меня твит. Постоянный чат отваливается, не могу понять, чем проблема. Вот такое, переподключение, переподключение. Так, ну вот, все в сборе, тогда в чат лучше здесь прямо в Discord можно писать, кстати, в эту ветку, да, которая... Про всю эту хурму. Чтобы и вопросы не потерялись. И... И вынимание срать. Как же так? Так, ну, в принципе, ладно. В чем? Я думаю, можно начинать. Рассказывать всякие вещи. Так, ладно-то, да. Сейчас я только сверну все лишнее у себя. Ну, как-то так. Ладно, короче. Собственно, сначала я хотел поговорить немного про сам принцип, как работает интернет у нас, чтобы понимать, что такое VPN, что такое Proxy. Потому что для многих, я уверен, это чисто такая, типа, я поставлю плагин на браузер, или я поставлю какую-то софтину, и хуяк у меня все заработало, заебись. Вот. И хотелось бы все-таки сначала прояснить, как это все пашет, на самом деле. Хотя бы примерно, чтобы когда говорить про Shadowsocks, было понимание, что это такое вообще еще. И в чем основное отличие от VPN и от такой классической Proxy. Вот. Я подготовил такую, блядь, да хуя презентацию здесь, конечно, в GIMP. Вот. Но мне было прям реально впадло заморачиваться, и то я потом уже что-то даже больше заморочился, чем хотел. Короче, если представить это на примере поезда, таком прям супер-мега абстрактном. Так, надеюсь, видно, да, картинку? Да, видно-видно. Вот. Отлично. Короче, практически в самом низу всего интернета и вообще всех сетей лежит TCP и IP протокол. Это протокол относительно нижнего уровня, который состоит фактически из двух частей TCP и IP. И в сумме эти две части описывают то, что фактически вся информация, которая передается через сети, она определенным образом нарезается, запаковывается в такие вагончики. Вот. Это TCP-часть. А дальше эти вагончики, они подписываются адресами, айпишниками, куда их, собственно, надо послать. Вот. И айпишная часть, она связана с маршрутизацией, она связана с роутерами и всякой вот этой вот сетевой хренотенью. Вот. Все эти пакетики улетают с информацией и, собственно, IP-адресация используется, чтобы, собственно, было понятно, откуда и куда мы летим, да. То есть, если наш комп что-то посылает, то кому он это посылает и как до этого добраться. А также, как потом собрать вот эти нарезанные кусочки воедино, чтобы сервер какой-то удаленный понял, о чем мы от него вообще хотим. То есть, вот на самом нижнем уровне это, собственно, TCP-IP-поезд. Вот. Иногда это UDP-поезд. UDP-поезд — это... UDP — это тоже протокол такой же, как и TCP. Там есть ряд отличий, достаточно принципиальных. Но самым принципиальным отличием UDP-протокол, почему я про него еще говорю, он иногда все-таки встречается. То есть, есть какие-то еще там дополнительные протоколы, которые в живом интернете хрен встретишь. Но вот TCP-IP и UDP — это два таких наиболее встречающихся. UDP-протокол отличается от TCP-IP тем, что TCP-IP-шный протокол сам по себе подразумевает проверку, а долетели ли пакеты и в каком порядке они вообще долетели. То есть, когда поезд TCP-шный прибывает на финальную станцию путешествия, да, то финальная станция, она как бы рапортует, что типа вот приехал поезд, груженный всяким хламом, да, и вот что мне пришло. И отправитель всегда знает, что его груз был доставлен, вот. Соответственно, если груз по какой-то причине частично потерялся, там, потери пакетов произошли, что-то какая-то фигня там в пути случилась, вот. То приложению, которое использует, ну, как бы интернет, да, использует слайд-трафик, приложению не нужно особо сильно заморачиваться. То есть, именно на уровне самого нижнего протокола эта проблема решится. То есть, компа переотправит пакеты, которые были недоставлены, вот. И, как правило, это все замечательно, чудесно работает, вот. И нахрена нам нужен UDP? UDP нужен, как правило, для потокового вещания, когда нам абсолютно насрать на потери пакетов. То есть, например, такая-то телефония, да, ей абсолютно похуй, что ты там чего-то не услышишь в какой-то момент. Главное, чтобы связь была в реальном времени, ну, как можно ближе к реальному времени. То есть, если что-то там, что-то вдруг потерялось, и кто-то вдруг кого-то перестал на секунду услышать, это не так страшно, как накапливание лага, да, которое будет происходить при постоянном корректировании этих пакетов. Вот. Так что UDP, это просто вот поезд ушел со станции, и дальше, в принципе, его судьба отправителя вообще не волнует. То есть, он шлет следующий, следующий и следующий, и этот поток долетает до сервера в каком-то состоянии. Вообще, похрен всем, в каком состоянии она долетит. Вот. Это как бы вот про нижний уровень. То есть, тут-тут просто вот что-то нарезалось, разложилось по вагончикам и отправилось. Дальше. Дальше мы что-то везем. Это протоколы, собственно, аппликейшн уровня, то есть, это протоколы HTTP, HTTPS или телеграмовский какой-нибудь протокол. Протокол какого-то конкретного приложения, это, собственно, тот груз, который везется в этих вагончиках. То есть, вот этот сосисон мы берем, нарезаем на кусочки, раскладываем по вагончикам, поезд пошел. Собственно, почему я, как бы, про это говорю? Потому что не стоит путать протоколы вот этого аппликейшн уровня и TCP-IP. То есть, это и то протокол, то протокол, но они работают, как бы, друг над другом. Вот. И, собственно, наша задача, собственно, к чему сводится, когда мы говорим о проксе, применительно к нашей ситуации, это то, что вот этот вот финальный сервер, он по каким-то причинам недоступен. Да, и вот эти столбики, кстати, они символизируют не какую-то там границу или что-то. Это, по сути, роутеры. Вот. Это я попозже понадобится, понимание, зачем оно здесь надо. Вот. Но, в сущности, как бы, да, прямой путь у нас оказывается недоступен. Мы не можем открыть сайт, который находится на удаленном сервере. Нам нужен какой-то обходняк. Вот. У нас есть какой-то обходной сервер. Вот. Привет гнуму. Обходной сервер, через который мы хотим пустить трафик. Чтобы наш комп, который вот здесь вот на станции тусит, он думал, что с финальным сервером он общается не напрямую через путь, который недоступен, а через какой-то обходной сервер. Варианта для этого два. Это прокси и VPN. В чем, собственно, отличие принципиальное и основное прокси и VPN? Прокси. Что такое прокси? Прокси работает всегда на уровне приложения. То есть, именно само приложение должно уметь работать с прокси. То есть, вот если приложение написано так, что прокси вообще не поддерживается, настройка прокси, то ну никак ты не заставишь его работать через прокси. То есть, это просто импосибру. Вот. Прокси фактически просто говорит, что нужно, ну, оно обозначает приложению, которое поддерживает работу с прокси, что нужно отправлять данные через промежуточный сервер. То есть, по сути, само приложение уже знает, что его трафик пойдет через какой-то сервер, который мы этому приложению указали. То есть, именно протокол прикладного уровня, он как бы сосисон говорит, мне нужно вот в С. То есть, вернее, мне нужно как бы в В, но через С. Вот. То есть, поезд уже знает, что в него погрузили что-то с адреса там вот доедь туда. Вот. Дальше это уже как-то там распакуется и с основным адресом пойдет все-таки куда нам нужно, да. Но изначально, когда наш комп формирует пакеты, он как бы всем абсолютно прозрачен, куда мы едем. Вот. И, собственно, что это конкретное приложение сказало, что мне туда. Вот. По поводу шифрования. Sox 5 может быть шифрованным, но на самом деле тут я, пожалуй, даже в чем-то погорячился, потому что он очень условно может быть шифрованным. Я, честно говоря, не встречал, чтобы Sox 5 шифровался сам по себе. То есть, ну, вообще у Proxy есть как бы два протокола основных. Это HTTP Proxy и Sox Proxy. Я, кстати, по-моему, про это нифига не написал здесь. Вообще стоило бы. Что такое HTTP Proxy? HTTP Proxy — это суперстарый протокол проксирования, который предназначен, как ни странно, для HTTP. То есть, для обычного веб-браузинга. И этот протокол я сам, честно, глубоко не влезал в дебри, не разбирался, как оно прям работает, что из себя представляет. Но, почитав поверхностно, значит, примерно получается так, что HTTP Proxy, она разрабатывалась именно под HTTP протокол и изначально работает только с ним. То есть, хотя это самый распространенный вариант проксей, который существует вообще в плане поддержки приложений, и в плане количества, наверное, самих проксей в интернете доступных. Но, тем не менее, есть такое ограничение. И, по сути, как я понимаю, все остальные приложения, которые работают, умеют HTTP Proxy использовать, они самим своим трафиком что-то такое делают, чтобы он превратился в HTTP и был перенаправлен. То есть, у этого есть серьезное ограничение, потому что, очевидно, не весь трафик может быть так завернут. То есть, в частности, UDP трафик, он, в принципе, не может быть инкапсулирован в HTTP, потому что HTTP, он подразумевает, что он работает через TCP IP. То есть, там внутренняя структура пакетов, она как бы несовместима оказывается. И, короче, самое важное основное, что для вас здесь имеет значение, что HTTP Proxy, это вообще не про нас. То есть, она не шифруется, она максимально прозрачна, и через HTTP Proxy далеко не каждое приложение, в принципе, способно работать. Хотя многие способны. Что касается SOX 5, то это более новый протокол, ну, в принципе, как сам SOX, он в более позднее время появился. Соответственно, видимо, возникли какие-то новые потребности. Вот. Их SOX 5, это последняя версия этого протокола. Она сейчас достаточно обширно поддерживается приложениями. Она как раз лишена вот этих вот проблем, связанных с HTTP и с привязкой именно к этому протоколу. То есть, в принципе, через него можно пустить любой другой пользовательский протокол. Ну, было бы желание разработчика поддерживать этот SOX 5. Вот. То есть, основное, что если выбирать между проксями, то надо выбирать пятый SOX. И нужно понимать, что при работе с проксой весь наш трафик, он, в принципе, достаточно прозрачен. Для... Ну, прозрачен для кого? Для этого самого, для провайдера для нашего, да? То есть, для всех-всех-всех-всех-всех хостов, которые, собственно, вот на этом вот длинном пути они у нас будут. А, ну, вернее, вот на этом. То есть, мы предполагаем, что сервер прокси – это вот эта точка C. Вот. Дальше трафик, он, в принципе, распаковывается и идет в B, как будто бы от нас. Вот. То есть, точно так же, таким же путем. К тому же прокси никак не влияет. Вот. В чем же отличие прокси от VPN? Вот. По сути, VPN – это такая хурма, которая должна поддерживаться компом, а не приложением. VPN работает на уровне сетевого интерфейса. По сути, клиент VPN, он может быть встроен в винду. Есть встроенные в винду, естественно, поддержка VPN. Это может быть какой-то отдельный клиент, как у OpenVPN. Это может быть, в любом случае, какое-то приложение на нашей стороне. Что оно делает? Оно сначала по IP-шникам A и C, тем, которые есть у нашего компа, есть у удаленного сервера, оно строит, собственно, виртуальную сеть. И что у удаленного сервера появляется IP-шник. Ну, вернее, он у него уже как бы есть, некий виртуальный IP-шник. Появляется виртуальный IP-шник у нашего компа. И этот IP-шник и вот этот шлюз, они становятся основными для нашего компьютера. То есть, весь трафик, абсолютно весь трафик, который отправляется с нашего компа, он по дефолту идет на тот сервак. То есть, для приложения это выглядит примерно так, что он говорит, приложение говорит, ну, вот мой сервер, он вот здесь вот находится, все еще в точке B. Но трафик, за счет того, что дефолтный шлюз находится у него уже здесь, как бы он меняется с провайдерского шлюза на вот этот, то после погрузки в поездок все это летит через сервак. И поддержка приложения уже, соответственно, никакая не требуется. Главное, чтобы приложение могло работать через интернет. Вот. А также появляется такой момент, что именно VPN чаще бывает шифрованным, чем не шифрованным. Потому что, опять же, это необязательная история. VPN в начале своего пути разрабатывался исключительно для того, чтобы организовывать вот такие приватные сети без лишней маршрутизации. То есть, для чего вот эти столбики я поставил? Чтобы показать, что именно в случае с VPN, ну, как бы, в случае с Proxy эти столбики, они как бы и на этом пути будут. То есть, различные маршрутизаторы, которые просто там вот где-то стоят и обеспечивают работу сети, да, вот на вот этом маршруте, они здесь точно так же будут и трафик будет маршрутизироваться. В случае с VPN, вот эти вот два адреса, они находятся в одной приватной сети. И, соответственно, тут уже для нашего вот этого поезда, который здесь становится таким немножко виртуальным поездом, вот. Уже этих маршрутизаторов промежуточных не существует. Трафик считает, ну, как бы, комп считает, что он посылает вот трафик на ближайший маршрутизатор, которым становится вот этот вот промежуточный сервак. Вот. Это, собственно, основное отличие VPN от Proxy. То есть, Proxy работает именно на уровне конкретного приложения. А что это значит? Что мы можем через Proxy пустить, там, допустим, браузер, да, но там тот же Discord, например, не пускать. Вот. В случае с VPN мы так сделать уже не можем, потому что, в принципе, весь трафик, который с нашего компуктера улетает, вот, он, как бы, летит через промежуточный сервак, и приложение тут ничего сделать не может. Можно, конечно, дополнительно настроить дополнительную маршрутизацию, если мы знаем какие-то конкретные айпишники конкретных серверов, что вот на этот сервер, нет, 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 вот, ты ходи не через вот этот виртуальный, а через наш обычный шлюз. Вот. Но, как бы, по дефолту этого нет, и в таком широком употреблении это не используется, естественно. Теперь по поводу шифрования. Что я тут написал? Ну, суть шифрования, это заключается в инкапсуляции трафика, то есть мы запихиваем, если мы говорим про VPN или SOX5 PROXY, ну, скорее про VPN даже, про VPN. То есть вот этот вот поезд наш виртуальный, который ходит между X и Y, вот, на самом деле его, естественно, не существует этого поезда, то есть он, как бы, считает, что он использует какую-то сеть, да, но по факту под ним есть еще наш старый добрый поезд из картинки PROPROXY, ну, вот, который ходит между A и C, вот, то есть маршрут XY, он, как бы, такой себе, вот, и инкапсуляция трафика позволяет, ну, инкапсуляция, это что значит, что мы берем наш сосисон, вот, мы его запихиваем вот в этот вот поезд, в виртуальный, который ходит между X и Y. Но, с точки зрения обычного поезда, который обеспечивает этот маршрут, который все так же ходит между A и C, для него мы погрузили не сосисон, а мы погрузили вот этот вот виртуальный поезд, вот, а виртуальный поезд, ну, это нечто шифрованное, то есть с точки зрения провайдера будет какой-то трафик, который идет между A и C, вот, в котором хер ногу сломит, ничего не понятно, вот, что-то зашифрованное, какая-то информация, разобрать невозможно, вот, это при наличии, естественно, стойкого шифрования, которое, как правило, обеспечивает VPN, вот, а с точки зрения пользовательского приложения, ну, типа, вот, погрузили трафик, отправили, он куда-то доехал, поехал дальше, потом ответ вернулся, как бы, все нормально. Вот. И, собственно, последний, как бы, фрейм, который я не дорисовал, собственно, про Socks Proxy. Что такое Socks Proxy? В смысле, Shadow Socks Proxy. Shadow Socks. Что такое Shadow Socks? Shadow Socks это, по сути, гибридная херня, сделанная, насколько я понимаю, китайцами для обхода их великого фаерового. Вот. Она работает следующим путем. Она ставится, как клиентское и серверное приложение, то есть, на сервере разворачивается, собственно, серверная часть, на комп, на наш ставится клиентская часть, и вот этот клиент с сервером, они образуют такой же, примерно, шлю, такой же, примерно, шифрованный туннель, как и для VPN, но если VPN by Design создает новые IPшники, перенаправляет весь трафик на сервер, то есть, мы не можем разделить приложения, которые ходят напрямую, ходят через какой-то наш сервак обходной, то Shadow Socks работает иначе. Он, значит, создает вот этот вот канал, но именно на клиентском устройстве он поднимает Socks сервер. То есть, он позволяет обращаться к локальному серверу и все, что в него влетит, оно полетит, собственно, дальше. Естественно, это Socks 5 прокси он поднимает. То есть, если в классическом в классической прокси в классической Socks 5 прокси этот сервак прокси развернут здесь, то с Shadow Socks он разворачивается на нашей стороне. Это позволяет с одной стороны использовать шифрование, которое обеспечивает сам Shadow Socks, а с другой стороны это позволяет именно на уровне приложения настраивать эту прокси тину. То есть, мы можем сказать браузеру используя Shadow Socks вот на локальном айпишнике на таком-то порту. И браузер будет это использовать, весь трафик будет перенаправляться по шифрованному каналу через чужой сервак. другое приложение, мы в нем прокси вообще не настраиваем и оно точно так же по старинке будет ходить напрямую. То есть, Shadow Socks это как бы по сути лучший из двух миров шифрованный канал на уровне приложения. Я бы сказал так. Пока что примерно понятно, что я имею ввиду или есть какие-то уже вопросы. не очень понятно, но очень интересно, да, как говорится. окей, а да нет, да нет, нет, так-то в принципе более-менее понятно с одной стороны. Ну, самое основное это то, что прокси она использует прокси используется на уровне приложения, VPN используется на уровне самого всего соединения. И про шифрование основная часть то, что как правило классические прокси они не используют шифрование, потому что они тупо не умеют, потому что прокси изначально затевались не для шифрования, а прокси изначально скорее предназначались для биллинговых систем, чтобы ты на уровне прокси мог настроить какой-то дополнительный доступ там с корпоративной сети по логинам и паролям и всякое такое прочее, чтобы можно было учитывать какой юзер сколько чего там набраузил в своем браузере. И шифрование на этом пути вообще как бы не предполагалось и его раньше в интернете не было там HTTPS протокол, который шифрует свой трафик. Он появился позже. Да, и собственно про надежность всей этой системы про шифрование в целом. Что здесь важно сказать, что если мы используем либо не шифрованную прокси, либо мы используем VPN без шифрования, то что мы получаем? Мы получаем такую историю, что насколько это все безопасно. Вообще говоря про прокси, говоря про VPN, насколько это все безопасно. если у нас трафик шифрованный изначально, то есть допустим используется HTTPS протокол, мы куда-то заходим на сайт и там используется HTTPS, то есть сайт открывается с префиксом HTTPS, двоеточие, два слыша, бла-бла-бла, что-то там такое, то если браузер не ругается на сертификаты и всякое прочее, то есть если сайт у нас в принципе изначально настроен правильно, большинство сайтов настроены правильно и в современных браузерах это показывается, что там зеленый значок стоит рядом с адресной строкой, типа все зашибись слева от адресной строки обычно рисуется там в хроме в том же, то сам протокол HTTPS он шифрует соединение от нашего браузера до конечного сервера, до конечного веб-сервера и шифруется это настолько, что нельзя даже разобрать трафик у провайдера например задастся вопросом а что мои пользователи вообще куда они ходят вот и если я правильно помню то даже домен невозможно определить куда человек ходит ну или как минимум точные адреса нельзя узнать которые после доменного имени адреса страниц полные вот этот хвост точно шифруется вот насколько я помню шифруется вообще все то есть для провайдера HTTPS трафик он как бы ну непонятен то есть там есть какие-то способы что-то там разгрести но грубо говоря если вы заходите на сайт своего банка и вводите логин и пароль то вот весь этот трафик он шифруется и даже если мы используем какую-то суперненадежную прокси например мы взяли какую-то прокси вот этот вот сервак который там какие-то хакеры организовались серии или какой-нибудь Вася Пупкин которому просто интересно а вдруг там какой-то логин проскочит вот в любом случае шифрованное у нас прокси не шифрованное у нас прокси vpn это до точки c не vpn до точки c шифрованный он или нет насрать трафик в любом случае шифруется самим браузером долетает до промежуточного сервера отправляется на финальный сервер и только там он расшифровывается и обратный трафик соответственно тоже шифруется здесь расшифровывается на нашем компе то есть вся безопасность на этом пути она в первую очередь обеспечивается именно протоколом пользовательским аппликейшн протоколом в частности хттп сом телега насколько знаю тоже шифрует весь свой трафик то есть самый небезопасный и самый часто употребляемый это хттп это если зайти на какой нибудь реактор у них сайт хттп потому что Роскомнадзор предъявлял им претензии по поводу страниц определенных и Роскомнадзор имеет возможность банить страницы конкретные если они работают через хттп потому что трафик который идет через хттп в нем видно собственно а какой урл пытается открыться какой адрес какой сайт и какая страница и Роскомнадзор может заблокировать конкретную страницу на сайте в случае если используется хттпс протокол то на промежуточном оборудовании не видно на какую страницу ты ломишься и как объяснял админ они не хотят переходить на хттпс именно с той точки зрения потому что если они перейдут на хттпс Роскомнадзор сможет обманить только целиком сайт потому что они не смогут понять пользователь идет на валидную страницу которая не в их списке или на какую-то ту которая что-то не то расположено получается что хттпс он не скрывает домен но скрывает страницу и скрывает также передаваемые данные из формы и всякой прочей фигни соответственно зачем нужно зачем же нужно шифрование вот на этом пути ну во-первых мы все-таки можем хотеть ходить на какие-то сайты которые работают по хттп мы можем хотеть на них ходить и мы можем хотеть на них что-то передавать логины и пароли логиниться там на тот же джуэ оставлять комментики и всякая прочая фигня вот в этом случае что произойдет если у нас шифруется да там випен тот же самый у нас до вот этого сервака промежуточного трафик будет зашифрован то есть наш провайдер про него ничего не узнает какие-то промежуточные всякие точки тоже про него ничего не узнает но когда трафик долетит до точки с он расшифруется потому что ну как бы тот же випен да это випен сервер он обеспечивает шифрование канала только между нами этот трафик расшифровывается и дальше обычным хттпом он отправится на сервак к которому он собственно изначально пытался обратиться вот то есть в данном случае вот эта вот вся часть если мы передаем логины и пароли по хттп вот все оборудование вот на этом участке оно вполне себе сможет его расшифровать ну вернее даже не расшифровать а просто как бы открыть и прочитать то есть там ничего такого скрытного нет но это типа все еще лучше чем если наш провайдер попытается что-то вскрыть вот в случае же если трафик зашифрован ну как бы получится что у нас и сам трафик приложения само приложение зашифровало потом мы уложили это в шифрованный канал передали сюда здесь оно потеряло шифрацию канала но не потеряло шифрование то которое изначально существует на уровне application протокола вот то есть все что нужно знать о безопасности если вы используете какой-то безопасный если вы используете безопасный протокол вернее если вы ходите на сайты и пользуетесь приложениями которые сами по себе шифруют трафик то в принципе по большому счету абсолютно насрать какую прокси или какой VPN вы используете то есть даже не обязательно разворачивать что-то свое можно использовать в принципе что угодно любой публичный прокси он будет в той же мере безопасен насколько безопасно ваше изначальное соединение если вы ходите на хтп сайт и передаете логин и пароль через него тут вероятно утечка опять же в чем может быть печаль какой-нибудь может быть фишинг например когда какой-то сайт притворяется сайтом сбера вы прощелкали и свои логин и пароль выпили тогда это тоже будет печально но сейчас все в принципе активно переходят на хтпс вернее уже весь интернет практически перешел на хтпс и если в браузере нету какого-то алерта по поводу этих самых сертификатов то в принципе это скорее всего означает что ваше соединение вполне себе безопасно и вы можете ходить через любую прокси любой степени сомнительности все равно прочитать трафик не получится но если вдруг вы зашли на сайт особенно какой-нибудь важный сайт опять же типа банка или что-то такое связанное с персданными с деньгами и т.д. и вдруг внезапно ваш браузер что-то там блять подсветил этим самым воскресительным знаком что там что-то с сертификатами какая-то хуйня сертификат протух но сейчас браузеры опять же когда сертификат протух они прям они даже не пускают на сайт там вываливается сообщение на всю страницу что мол типа чувак действительно хочешь это сделать вот к таким сообщениям надо очень тщательно присматриваться потому что если какая-то байда с сертификатом то это означает что трафик в этот момент шифроваться перестает то есть даже если сайт был настроен ну если даже там пишется хттпс адрес все дела но с сертификатами случилась какая-то байда это значит что сайт он откроется если вы нажмете да я действительно хочу но трафик шифроваться не будет и вот в этот момент и ваш провайдер узнает про этот трафик если вы используете прямое соединение и вот на этом промежутке если вы используете какой-то шифрованный VPN на этом промежутке все равно этот трафик будет понятен всем железкам всем промежуточным серверам роутерам и всякому другому оборудованию и хрен знает кто читает логи этого оборудования кто пытается прочитать трафик ну в смысле как знает как понять хрен кто товарищ майор читает конечно же ну абсолютно не обязательно что товарищ майор если ты выходишь например через проксюка который где-то там не знаю в Амстердаме вот то местный хакер Вася который работает в каком-то провайдере который вот посередине этого пути будет сидеть он этот твой трафик вскроет да и логины и пароли твои вытащит вот что он с ними будет делать дальше большой вопрос вот поэтому очень тщательно нужно относиться к предупреждениям браузера по поводу сертификатов потому что если вдруг сайт открывается по хттпс но при этом ругается на сертификаты это вообще какая-то засада потому что так быть не должно это кто-то кого-то пытается наебать вот либо на сайте какие-то технические неисправности вдруг произошли вот а это редко случается с важными сайтами типа банков и всякой такой прочей инфры важной вот либо кто-то сознательно пытается либо подменить сертификат в общем какие-то хакерские атаки пытаются провернуть вот которые направлены на то чтобы отшибить сертификат или подменить своим сертификатом но это такой целая отдельная тема но просто я к тому что ну вот если вы видите что ваш браузер внезапно ругается на сертификат то лучше 10 раз подумать прежде чем нажать на кнопочку типа да окей ну вот если вы конечно просто типа заходите на сайт чисто посмотреть ну вот то ну как бы ничего страшного в этом в принципе нет вот но если предполагается что вы будете на нем логиниться или писать что-то на нем ну это в этот сайт там через формы ввода вот может быть вы там будете не знаю какие-то другие пароли кому-то писать я не знаю может быть это какой-то там почтовый шлюз я хуй знает ну в общем короче будьте внимательны вот в чем собственно point вот ну и собственно на этом такая вводная часть заканчивается вот про шифрование все пояснил вот про сертификаты сказал если короче если еще раз если вдруг какая-то хуйня с сертификатами вот 10 раз подумать теперь собственно чем займемся вот такой вот план действий это скорее для себя писал но пусть оно и видно будет на записи короче сначала нам нужен виртуальный сервак нам нужен виртуальный сервак для того чтобы собственно говоря он у нас был вот этим вот промежуточным как я уже там до этого говорил я нашел сервак этот самый хостинг хостинг который внезапно русский но внезапно предоставляет сервера в Нидерландах что ли и он прокси конечно будет домашнее задание настроить это все самому ну домашнее задание будет когда петух в жопу уклюнет вот и половина интернета перестанет открываться и такие ёп твою мать вот тогда домашнее задание будет время выполнять короче начнем с создания виртуального сервера так я тут подготовил вообще виртуалочку такую прям голую-голую без нихуя чтобы как раз на ее примере так вот она у нас выплыла чтобы так сказать было погружение типа а как это сделать если у меня ничего нету значит есть такой сайт в десе на точка ру собственно ну регистрация супер простая зарегистрируйтесь заходите заходите закидывайте денег на баланс сколько там вот и тыкайте создать сервер у них очень хорошая цена прямо скажем весьма хорошая значит при создании сервака выбираем debian последней версии 11 тип сервера по ценам пока могу сказать самый дешевый впс у них стоит на 3 гигов одно ядро 1 гиг памяти 330 рублей месяц да 11 рублей в день у них аккаунтинг идет значит подневный у меня по этому баланс кривой 500 рублей закинул пока там всякие тесты проводил у меня вся эта херня работала вот оно съело то есть ты платишь за каждые за каждые сутки работающего сервера при этом сервер у них нельзя выключить его можно только удалить вот но опять же для нашего случая это абсолютно критично как бы сервер подняли настроили он постоянно работать и как бы предполагается что он будет работать вот соответственно нужен 11 debian стандартный сервер за 11 рублей в день и локация амстердам автоматическая резервная копия нахуй не нужна за нее лишние деньги зачем нам копия вот и дополнительные настройки сервера не нужны то есть собственно вот все как бы вот сначала debian стандартный 11 в день самый минимальный тариф в амстере без резервных копий без дополнительных настроек создать вот он сейчас какое-то время будет создаваться пару минут вот после чего нам что там у меня в планчике-то стоит настройка доступа окей ждем тогда пока создастся вот в принципе ну я использую другой хостинг вот чисто под мой сайт да и под гараж там вот эта вся херня другой хостинг но настройки в принципе примерно одинаковые то есть вот эти впс как они там virtual private server да это по сути виртуальная машина которая разворачивается из какого-то образа который у них есть то есть ты можешь заказать либо винду какую-то либо какой-то линукс то есть всегда есть какой-то выбор вот что-то что-то готов вот и тыкаешь типа вот мне нужно вот вот эта вот система нужна вот и при таком тарифе который определяет вот сколько там будет ядер сколько памяти всякую хурму после чего она вот так вот разворачивается и типа ваш сервер готов типа все вот то есть это плюс-минус у всех одинаково делается вот теперь что там тыкаем в него смотрим что у нас доступ виртуальная консоль опять же виртуальная консоль как правило есть у всех потому что без нее ты каши не сваришь начальные настройки никакой не сделаешь вот но сама все виртуальная консоль нам нафиг не нужна в данном случае или нужна вообще это вопрос для утверждения для начала а я не помню сейчас погоди а смена пароля смена да смена пароля опять же у разных хостингов у них по-разному делается то есть иногда пароль какой-то дефолтный они предоставляют который предлагается сразу поменять зайдя в систему да либо можно через консоль сразу сменить ну поменяем его на какой-нибудь там 12345678 нормальный пароль нет слишком простой ладно допустим будет вот такой вот нормальный пароль нормальный пароль вот изменение пароля собственно я так понимаю что он уже поменялся так а нет еще не поменялся все еще все еще что-то думает изменение пароля ладно ждем а собственно ну ладно не 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 буду забегать вперед он долго будет пароль менять или как ждем хотя в принципе почему бы не скачать пока пути пути понадобится собственно я сейчас буду объяснять так чтобы было максимально отвязано от конкретного хостинга потому что вот виртуальная консоль допустим она вот у этого хостинга есть таком виде до у другого хостинга из другом виде вот подключение по пути она универсальна тут важно главное иметь рутовый пароль который сейчас сменится надеюсь все таки но у другого хостинга в принципе ну тоже будет какой-то по любому путь сменить этот пароль но под после создания виртуальной машины скорее всего примерно такой же тип прямо через веб-интерфейс как бы хуя хуя так и готово вот и после этого можно качать пути собственно в угле вбиваем пути скачиваем его 64-битный сохранить установить опять же почему путь лучше установить потому что работать в терминале через вот эти удаленные терминалы это такая себе затея они как правило очень кривые и очень плохо работает копипаст и всякая прочая вот эта вот лабуда вот а в пути она работает прямо вообще замечательно так вот он поставился его пока пришпилим так и второй вопрос который нам нужен окромя значит логина и пароля это собственно айпишник вот он здесь светится то есть тоже когда вы создаете виртуальный сервер на него хостер как правило сразу назначает айпишник ну либо в процессе создания сервера вас спросят типа назначить какой-то айпишник или нет но так как правило опять же все это входит в тариф то есть айпишник белый чистый прям сочные вы получаете сразу вот и собственно это айпишник мы теперь можем залогиниться значит делается это следующим путем вбивается айпишник в строку сразу при при запуске при запуске пути сразу хост нейм или айпи адрес вбиваем а а постольку поскольку у нас рутовая учетная запись на серваке создается кстати про это по моему писала степсами смена пароля где здесь у нас была в доступе да вот изменить пароль смена пароля венсе клиента неважно а также смена пароля суперпользователя root вот то есть пользователь нас root пароль мы для него сменили и мы можем писать на самом деле вот так вот чтобы меньше писать потом root собака и имя сервера ну можно можно этого не делать тогда имя будет спрашиваться при подключении а можно сделать так вот и собственно говоря root уже будет по дефолту подставляться нам нужно только пароль будет ввести вбиваем имя сессии и сохраняем ее собственно это все тыкаем open говорим акцепт ну это типа верификация сервера здесь генерится короче типа его отпечаток если мы контактимся к серверу которому раньше конектились отпечаток поменялся ну типа это будет настораживать что вдруг ли там серверу нам не подменили вот но в данном случае на просто акцепт и все вот и вбиваем наш пароль он замечу вбивается в пути без того чтобы писаться то есть мы вбиваем один два три кубы е большое р вот я набрал эту всю форму ну вот она никак не отображалась нет нет образилась от нормально нажимаем enter мы на нашем сервере вот собственно веб-интерфейс с этого момента нам на самом деле как бы не особо то и нужен ну пусть будет пока открыт просто потому что почему бы и нет теперь нам что надо сделать а нам еще потребуется винас цп настроить винас цп винас цп точно также качается с интернета даунлоуд инсталлер так вам качаться вообще собирается или как сколько надо кнопочек нажать так стоп стоп то есть мы так натыкаем даунлоуд тыкаем еще раз даунлоуд а вот все пошло так ставим винас цп это собственно софтину для того чтобы перебрасывать файлы между линуксовым серваком который доступен пояса сашу и нашим компом я не помню нахера я вообще нахера нам не надо вот но я записал поэтому поэтому пусть будет чё там лучше перебдеть а я вспомнил я вспомнил я вспомнил зачем я вспомнил зачем так минус цп да собственно что нужно сделать для после того как мы попали по ссшу подключились по логину и паролю надо отключить логин по логину и паролю это прям вот пер первое основное почему потому что аутентификация по логину и паролю это самое по ссшу это очень небезопасная история с точки зрения того что кто-то может сервак ломануть там просто забрут форсить пароль там всякая прочая херня может произойти поэтому сначала нужно строить доступ по ссшу только через ключ ключ генерится командой ssh keygen или как его там ssh так это у меня это авто дополнение по табу в консоли всегда можно табом дополнять команды вот или чтобы они вывелись вот все 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 похожие короче какие существуют просто просто ssh keygen нихуя больше ничего не надо нажимаем enter нажимаем еще раз enter еще раз enter еще раз enter готово а теперь собственно что готово у нас сгенерировалась открытый закрытый ключ закрытый ключ это то что надо скопировать кстати к себе на комп вот и она будет использоваться в качестве ключа к серверу открытый ключ это по сути замок для этого сервера он остается на самом серваке ну вот единственное что нужно сделать это ну ладно по порядочку во первых запускаем мин сцп где он там есть там нас мин сцп собственно для этого я его и ставил чтобы утащить единственный ключ значит сюда имя хоста у нас ой много-много всякой хурмы хорошо хорошо что не закрыл так мои серверы вот айпишничка нам опять понадобится здесь уже нельзя по моему рут написать вначале поэтому пишем рут сюда и пароль который у нас 123 qvr который мы задали заходим на сервак точно также говорим что да 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 это все правильный сервак вот и вот здесь почему-то не видно почему не видно он с правой стороны же вроде не он с правой почему я не вижу этих скрытых файлов от это уже другой вопрос так обожи так так вот наверно в параметрах что-то такое так блин вот проверял на своем компе у меня это видимо уже где-то было настроено сто пятьсот лет назад не ну слушай это должно быть где-то где-то не так далеко это должно быть то блин по логике вещей правильно так все остальные-то открываются у нас на папочку рут которую мы зашли блин так ладно ладно погнали kontrol kontrol alt плюс х или это было не про то а то у меня у меня сработало у меня нет а почему ладно а это можно как-то а а погоди я я кажется знаю почему не сработало а может быть и нет options preferences панель так options preferences панель сервер да нет нет а в самой панели показывать скрытые файлы вот эта хрень то есть еще раз параметры настройки панели и показывать скрытые верхняя галка треш вообще треш просто ладно вот короче да теперь при подключении к серверу когда мы подключимся мы мы провалимся в папочку рута если что выше тут есть как бы самое основное дерево вот но оно нас в принципе вообще не беспокоит можно не обращать внимание обычные линуксовые директории вот папочку рута это домашняя директория этого пользователя и после вот того как мы сделали выполнили вот эту вот команду которая сашки ген тут появляется собственно папочка скрытая точка ssh но она скрыта и мы пошел с точки начинается в линук все так принято вот и в этой папочке есть собственно файлик айди эрсеей это скрыт это закрытый ключ это то что нам нужно мы его берем и копируем просто к себе куда-нибудь вот куда-нибудь главное это короче не проебать и желательно потом удалить вот но для начала нам нужно научить пути работать с этой хурмой собственно сейчас пока у нас сессия открыта пока сессия открыта а хотя там потом потом сейчас сейчас немножко сбивчиво сейчас начинаем говорить потому что опять же я когда делал тест я делал его немножко другой последовательности вот сейчас я хочу объяснить как можно более популярно поэтому пойдем другим путем пути так закрою сам пути есть такая хурма ставится вместе с ним называется пути ген пути ген это штука которая может конвертировать вот этот ключ который я сейчас только что скопировал в ключ который будет работать в пути они по какой-то причине вот человеке которые пути делали они такие нас вот дефолтные ключи с сашные не устраивают мы их короче будем конвертировать свой формат сделаны это из каких-то совершенно мутных соображений я там почитал то есть там есть какой-то функционал пути который нужен прям который не работает без их формата очень нужен он им очень сильно так минус cp кстати можно закрыть в принципе он нам уже не нужен только сначала разорвать соединение даза разорвать так загрузим значит этот приватный ключ где он у нас там скопировался в документы в загрузке в какие-то выбери все файлы да 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 точно и в документах он да вот мой дер сей в документах выбрать все файлы открыть таки и мы теперь можем сохранить приватный ключ тыка вы уверены что хотите без пас фраза его сохранить да хотим пас фраза это такая фи это типа еще один пароль который расшифровывает ключ это забить просто она нам не надо вот и теперь в документа же сохраняем под таким же например названием айдер сей да только он уже твой блин он еще и это не может антиер сей . пока вот это будет собственно путевый приватный ключ то есть это это по сути суть то же самое но только в формате который пути понимает и теперь заново открываем пути у нас тут есть сохраненная сохраненная наша сессия загружаем ее ну тут в респе настройки как бы вот только вот эти отличаются только адрес и имя то есть мы больше ничего не сохраняли по сравнению с дефолтным но после загрузки мы идем в ссх и идем в out если я правильно помню да и здесь указываем этот айдер сей по пока открыть путь прописался в принципе этот ппк лучше куда нибудь там положить короче чтобы его не как раз не удалить вот изначально айдер сей можно в принципе удалить он он больше не нужен на вот ппкшный файл его лучше куда нибудь заныкать чтобы он лежал надежном месте и чтобы его и не спиздили на всякий случай вот потом переходим в сессии и нажимаем еще раз сейф просто чтобы эту настройку пересохранить нажимаем open и нас все еще пытается сервак спросить пароль да ммм а и он это правильно пытается сделать потому что несмотря на то что несмотря на то что ключ то мы ему подсунули так по-русски пытаюсь набрать несмотря на то что ключ мы подсунули но есть такой файлик на сервере сейчас еще раз сходим есть такой файлик на сервере в папочке тоже и саша 2 из от кейс собственно вот эти ключи это то что сгенерировалась автора из от кейс это текстовый файл который но если что кстати вот этот ключ и он бинарный а вот этот ключ и открытый он текстовый тоже вот автор из от кейс это файлик в котором перечисленные должны быть перечислены публичные файлы то есть их содержимое с которыми можно заходить то есть если рассматривать эти два файла как ключ и замок то вот этот файл он просто говорит что типа вот этот вот замочек да он как бы здесь применен и можно пытаться его открывать и по дефолту этого не делается при генерации ключа поэтому мы просто копируем содержимое файла ssh idrc пуп мы его просто фигачим но если если его просто к там вывести да вот он представляет себя вот такую штуку просто обычный текст мы его перенаправляем в ssh автора из от кейс ну вот после чего этот автора из кейс он становится таким же такого же содержимого вот и теперь по идее если мы закроем пути попытаемся зайти снова то нас должно пустить уже без пароля двойным кликом здесь можно бахнуть да и вот она спустила без пароля то есть автора из кейс он сейчас как бы уже какой надо так дальше доступ настроили по ссшу по вина с цп все хорошо теперь по поводу домена нам потребуется в процессе всей этой установки чтобы наш сервак отвечал не просто по айпишнику а он отвечал под по имени домена то есть у него должно быть настроено доменное имя вот я чет про это сначала тоже забыл вот потом вспомнил огорчился вот подумаю еще сейчас сейчас еще рассказывать как домен зарегистрировать все лишние деньги на эту херню тратить вот но оказалось все проще идем на но и пиком вот где нахер короче но и пиком работает следующим путем ты на него к просто заходишь он тебе сразу пытается хост-нейм короче предложить вот и какой домен можно выбрать то есть можем то есть можно сразу все какой-нибудь хустаем забить вот нажать sign up и за пройти процедуру регистрации которые опять же никак не отличается от любой регистрации на любом сайте но это сделал немножко заранее и чтобы сейчас свои записи не править по ходу дела вот я просто влагиню в свою свою учетку которая специально завел под это дело май днс 133 короче она называется вот но смысл в чем что когда вы регистрируетесь по-честному с нуля вас сразу должно по идее кинуть вот в эту на эту страницу ну и ну или на нее можно всяко перейти где будет уже в бита ваше имя которое вы хотели но имя и имя и домен вот они сразу как бы привязываются вот но а айпи будет ваш то есть айпишник распознается тот с которого вы зашли и регистрировались вот но его можно поменять и его нужно поменять то есть домен на имя будет как вы хотите айпишник нажимаем модифай еще раз короче это динамик днс но и пиха снэймс и здесь как год будет будет собственно этот хост нажимаем модифай и вбиваем айпишник вот этот вот он кстати совпадает это другой дали а а его кстати дали то тот же самый да короче вначале будет какой-то другой вот берете айпишник вот этот вот вот этот вот и сюда вбиваете нажимаете апдейт мне сейчас просто получается получается что я хвост хоть с нуля развернул айпишник они дали тот же самый который был на тестовый на тестовые виртуалки пока все тестил но так что есть по сути ничего менять не надо но неважно короче воткнули вставили нажали апдейт вот после чего нужно подождать какое-то время и проверить потом можно следующим образом типа когда все заработает но обычно это в течение может быть часа то есть даже меньше по идее можно вбить cmd и попробовать пингануть пинг вставить имя вот он пингуется то есть вначале он скорее всего вообще скажешь я не знаю что это за хост спустя какое-то время он может начать попробовать пинговать тот дефолтный айпишник который здесь при регистрации будет указан но спустя еще какое-то время в любом случае он начнет пинговать правильный айпишник тот который здесь вбили в поменяли но после этого в принципе можно этот но и пи закрывать работать это будет следующим образом но и пи дает на месяц привязку днс имени к айпишнику после чего высылает письмо с этим самым этим самым ссылкой на продление со ссылкой на продление да все искал слово с предложением продлить вот я хотел сказать да продлевать будете после чего надо будет нажать на серенькую кнопочку да хочу не хочу не хочу покупать у вас тарифный план хочу просто бесплатно продлить вот нажимаете эту серенькую кнопочку он вас на месяц еще раз продлевается вот и собственно с этим вы живете то есть раз месяц просто продлеваете эту привязку вот и бед не знаете вот так что дальше зарегистрировали домен на но и пи но и пи естественно не единственный такой хост хостинг этот самый днс это в принципе услуги динамик динамического днс предоставляет несколько таких вот хостингов вот но но айпи он в принципе как бы я им сам пользуюсь работает раз в месяц проб требует бесплатный хост подтвердить и как бы и ну и ладно и на и нормально вот там поискал где-то за полтора часа есть еще фрином точка ком но они дают от 1 до 12 месяцев и также продление тоже бесплатно ну нормально в принципе то есть эти все сервис это они предназначены именно для динамического днс а то есть когда у нас дома роутер пытается переполучить айпишник и он этот айпишник каждый раз разный получается да нам нужно нужна какая-то стабильная привязка вот эти сервис они как бы помогают они собственно позволяют настроить все так чтобы айпишник сам менялся но в нашем случае у нас айпишник хоста будет всегда статичный но поэтому его нужно один раз забить а дальше просто подтверждать то есть вот эта вот часть со в софта обновлением она нас вообще никак не касается вот и на новой айпи точно можно это сделать вот на других я опять же не знаю надо проверять вот но в целом как бы типа нормальный сервис можно если 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 есть какое желание внезапно возникнет можно поискать другие альтернативы главное чтобы функционал был схожий вот теперь начинается установка софта установка софта так я теперь наверное эту всю шпаргалку временному тащу вниз чтобы самому видеть установка софта она происходит после подключения к пути в смысле к серваку через пути ну вот вбиваем апт апдейт с самой первой командой обновляются списки пакетов через интернет дальше апт стал аптитюд можно сказать что это необязательный шаг но я предпочитаю так это аптитюд это альтернативный установщик я не буду сейчас вдаваться в подробности на кой хер он нужен вот но я им просто пользуюсь поверьте он 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 хороший лучше использовать его есть у него там некоторые фиши с которыми полезно и удобно иметь дело не то чтобы они критичные и в данном конкретном случае но просто просто я так привык дальше аптитюд еще раз апдейт опять же по моему это необязательно но почему бы и нет да и теперь короче нас интересует вот эта строка аптитюд инсталл бла 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 вот я ее даже не буду пытаться писать с нуля я ее сейчас скопирую control c а кстати интересно вставится она или нет а вот в консоль она должна по идее втыкнуться правой кнопкой мышки так работает пути у него если в консоль открытой правую кнопку мышки вытыкаете да у вас вставляется буфер обмена вот это это странно но когда привыкаешь это хорошо вот короче нужно вот эта строка она установит все весь софт вообще весь софт который фактически нам нужен для работы на нашего shadowsox прокси значит что здесь будет ставится mc это midnight commander это типа north commander если кто-то помнит такую штуку nginx это веб-сервер а потому что мы вообще будем разворачивать shadowsox не просто сам по себе как он умеет работать сам по себе мы его будем настраивать таким образом чтобы для внешнего наблюдателя там для нашего провайдера условно говоря оказалось бы что мы работаем просто с каким-то веб-сервером открыл мы очень яростно открываем страницы какие-то на веб-сервере но постольку поскольку соединение будет шифровано и мы будет маскироваться под хтпс то как я говорил ранее провайдер не сможет даже определить на какие конкретные какие конкретные адреса мы открываем на нашем сервере для него это будет просто какой-то кашицы такой что да мы работаем с этим серваком мы пытаемся открыть страницы но на самом деле у нас будет как валидная страница на этом сервере так и невалидная страница которая на самом деле будет служить для подключения к shadowsox вот так что nginx как веб-сервер нам потребуется потребуется shadowsox libdev это название пакета который содержит собственно сам сервак shadowsox а ну вернее даже не то что не только сам серва не только сервак но и клиентскую часть в данном случае на сервере клиентская часть нам не потребуется но сервер потребуется shadowsox v2ray плагин это собственно та херня которая позволяет делать такую наёбку по поводу того что мы работаем с веб-сайтом то есть она обеспечивает это насколько я понял она обеспечивает шифрование именно сходу опускацию трафика до чтобы типа провайдер как бы не понял что происходит вообще то есть это такая маскировочка от своих вот питон 3 пип поставит нам 3 питон и поставит еще установщик питоновский потому что питон свои модули тоже устанавливает через отдельный установщик это нужно будет для получения сертификатов это я поясню сейчас дальше то есть принципе вот на этой начальной стадии мы одной команды устанавливаем весь софт а второй команды мы поставим вообще весь софт сейчас будем устанавливать весь софт и забьем все 30 гигабайт нашего хранилища на впс ну кстати нет нет собственно этой команды мы ставим весь софт который ставится из пакетов именно добиана а второй команды мы поставим приложуху которая нам сделает сертификаты собственно вот вторая команда pip3 install certbot это pip3 install certbot это уже чисто питоновская шляпа она тоже выглядит страшно все поставилось вот страшно не каждый день с терминалом то работаешь да да ну опять же да вверх вниз это команда можно повторять история по команд если вдруг кому-то потребуется так теперь нам нужно получить сертификат на наш домен вот эту штуку пятый пункт в моем замечательном списке нужно делать после того как у нас запинговался хост по dns имени то есть еще раз мы берем проверяем что что мы проверяем что у нас вот это вот имя которое мы выбрали что оно мало то что пингуется оно и правильно пингуется то есть ping динюк вот мы пингуем мы получаем корректный айпишник вот этот вот который у нас на виртуалке задан вот после того как вот это всё заработало мы уже переходим к пятому пункту и получаем сертификат Для этого выполняются две команды Service Nginx Stop Не буду объяснять нахер Господи, ладно, я объясню Установка веб-сервера Нет, это понятно, что это установка веб-сервера Просто я не буду вдаваться в детали, почему это сейчас нужно Но это нужно Да, а потом, собственно, команда Certbot, Certonly, Standalone DM, myDNS, myDNS Мое имя, короче говоря Подожди, не так быстро я не успеваю переписывать Сейчас ты это увидишь То есть сначала мы останавливаем Nginx Он установился веб-сервер И сразу запустился Поэтому мы его стопаем Он нам пока сейчас будет мешать А дальше вот эта командочка Certbot, Certonly, Standalone D и имя сервера Который мы пинговали Вот эта часть, внимание, warning Она будет меняться Вот эта вот часть С именем То есть когда вы будете регистрировать Вот сюда Надо подставлять то, что у вас там будет Оно, возможно, будет не myDNS133 Возможно, даже не ddns.net Оно будет там что-то свое Что вы регнете Вот Но в остальном, как бы Вот Certbot, Certonly, Standalone Д и собственно имя Я все-таки написал себе Вот Здесь ввести email адрес надо Ну я не помню, что говоря, надо ли это или нет То есть можно ли это скипнуть Вот Совершенно точно можно вбить сюда Что-нибудь совершенно непотребное Вот Но можно вбить свой email Почему бы нет Пусть будет Enter Так Здесь Киес Типа, да Типа Лицензионное соглашение Или как Термов сервис Как это Неважно Короче Короче, да Да Иглашение Да, короче, согласен Блядь, а вот нахрена я должен теперь шарить свой email адрес с electronic frontier foundation Я так думаю, что Ну, короче, здесь Ес, 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 ес Типа и все Нахрен вообще думать Нам нужен сертификат Вот И И вот он у нас Получился Ключевые строчки Что мы Успешно получили сертификат И сертификат Он состоит из пары файлов Важных нам Он сохраняется Вот По таким путям Ну, на серваке Это цел Let's encrypt Life Дальше И имя, которое Наше имя, которое мы выбрали И дальше будет Fullchain.pem И Privk.pem Вот Это два важных файла Которые сейчас будут использоваться При настройке Веб-сервера Вот После получения сертификатов Ну, короче, вот эта операция Она, по идее, Она беспроигрышная То есть тут ничего сломаться не должно Ничего Как бы Пойти Что-то не так не должно Вот Главное не забыть Остановить Nginx Потому что он будет мешаться При этой операции Поэтому мы его погасили Теперь Сертификат Так, вот Пятый пункт Мы проехали Теперь настройка Автоматического Обновления сертификатов Зачем это нужно? Сертификат выдается на определенное время Всегда И через какое-то время Он должен быть обновлен Вот Обновление происходит автоматически Ну, в данном случае Может быть настроено автоматически Для этого нужно Создать в шедулере Отдельный файлик Вот И прописать в него Вот такую команду А, нет Вернее, не совсем так Сейчас Короче MCedit Вот эту хурму Мы копируем Вставляем Вот Это нам должно создать Новый файлик В папочке А содержимое Этого файлика Содержимое Этого файлика А, ну у меня Вот тут Наверное, да? Блин Эх, сейчас План действий Скоро, чтобы увидеть А Да Короче Здесь Вот такая строчка будет И ядром Блин Она даже Толком не влезла А Ладно Сейчас я ее тогда Каперну Надеюсь Она все У меня скопировалась Так Значит Команочка MCedit Etc Cron.d Certbot И Здесь Shift Insert По идее Нам нужно Все вставить Да Вот такая Длинная команда Это Это Формат Прехук Сервер Nginx Стоп Это Чтобы Сервер Остановился Пост Хук Это Сервис Nginx Старт Чтобы он Запустился И Квайт Чтобы Эта Команда Не орала Никуда В консоль Ничего Не выплевывала На почту Не слала В общем Тихо Обновляла Раз в сутки Ну вернее Раз в сутки Проверяла Сертификат У нас Старый Или Еще Недостаточно Старый Если Срок Его действия Будет Подходить К концу То Эта Команда Автоматически Нам Обновит То есть Как бы После Этого Нажимаем F10 Нажимаем Сохранить Вот Нажимаем Вверх Вот Чтобы Получить Сразу Эту Команду Вот И Делаем Этот Файл Исполняем Исполняем Кстати По моему Это Не нужно Делать Оно Вроде И так Будет Работать Но Я Не уверен Нет По моему Он не должен Быть Исполняем Да То есть Можно Оставить Так Вот А можно Сделать Исполняем Хуже Не будет Точно То есть От этого Точно Ничего Не сломается Команда Чмод Плюс Икс И Собственно Имя Этого Файла Вот Все После Этого Гарантированно Наш Сертификат Будет Всегда Свежим Обновляться И Будет Работать И Как Надо И Про Сертификат Можно Будет Забыть Так Возвращаясь Так С этим Покончено Так Значит Мы Поставили Сертификат Мы Настроили Автоматическое Обновление Все Этой Хурмы И Теперь Да Теперь Мы Переходим К Настройке Самого Настоящего Безопасного Сайта На свете Вот Для этого Мы Теперь Редактировать Будем Другой Файлик Это Файл Дефолт Вообще Почему Я это Начал Сейчас Внезапно Рассказывать Потому что Я столкнулся Когда я У себя Поднимал Проxu А у меня Там Сайт Ну вот То есть Теоретически Можно Без всей Вот этой Замороки Но Тогда Придется Трахаться Сертификатами Потому что Здесь Сертификатами Работает Nginx Там Придется Настраивать Чтобы Сертификатами Работал Сам Shadow Sox Это Делается Какую-то Совсем Жопу А если У тебя Сайт Еще Работает Уже Готовый И Те Хочется Просто Вместе С сайтом Еще Shadow Sox Развернуть Вот То Это Вообще В интернете Мало Где Объясняется Я Решил Что Типа Ну Давайте Лучше Поставим Nginx Я Просто Покажу Как Он Настраивается Вот И Будет Потом Проще И Спокойнее Вот Так Что После Того Как Мы С Сертификатами Разобрались Их Получили Эти Файлики Две Штуки И настроили Их Авто Обновление Теперь Редактируем Такой Файл После Того Как Nginx У нас Установился У него Есть Файл Настройки Дефолт Дефолт Ного Сайта Который Располагается По Пути ETC Nginx Sites Enabled Default Вот Бесполезный Так А можно Его Как-то Сейчас Close Я хочу Просто По-быстренькому Зачистить Потому что Там Куча Хлама Который Вообще Не Нужен Сейчас Свой Хлам Напишем Короче Зачистить Файлик Можно Вот Такой Командой Если Что Просто Это Перенаправление Ими Файл Дальше Мы Открываем Собственно Еще раз Мц Езер Там Он У нас Фига Пустой Вот И Нам Теперь Вместо Этой Ужасающей Пустоты Надо Подсунуть Его Конфиг Который У меня Вот Здесь Вот Я Значит Его Сейчас Я Скопи Пащу И Опять Живу Пащить В обход Блокировок Наш Я Лучше Потом Всю Вот Эту Типа Презентацию Залью Туда Понимаем Ну Потому что Копи Пастить Вот Это Все Такое Себя А Погоди А Или Ты Что Хочешь Ты Хочешь Параллельно Я Параллельно Просто Да Сижу Тут Тоже Настраиваю Прямо Шаг Шаг Ебать Колотить Ладно Скинул Короче Короче Вот этот файлик Просто берем Shift Insert Вставляем Вот Что Здесь Критически Важно Здесь Важно Поменять И Айпишник И серверный Айпишник Поменять Серверный Вот эти две строчки Они будут Default Ну они Как бы В смысле Их можно оставить Как они есть И В SSL Сертификат Здесь Две опции SSL Сертификат SSL Сертификат Key Они указывают На ту самую папочку На те самые файлики Которые Мы получили Шагом Другим Ранее Вот Поэтому Здесь Тоже Вот это Вот имя Которое DNS Имя Оно будет Меняться То есть Ну это Ну в смысле В пути К файлам Да То есть Вот Оно будет ETCL ETCL Encrypt Live Потом Имя Вашего Сервера Вот И Fullchain PEM И здесь Соответственно То же самое ETCL Encrypt Live Имя Вашего Сервера Prevk.pem Это будет Вот Собственно Вот Эту Серединную Часть Нужно Будет Тоже Поменять Вот Все Остальное Вот Эту Всю Хурму Можно Оставить По Дефолту Вот Но Но Запомним Что Здесь Есть Location Просто Типа Slash И Location Slash Proxy Это Важная Часть Но К ней Чуть Попозже После Того Как Все Это Дело Скопировали Поменяли Значит Айпишник Здесь И Имя Сервера Вот В этих Двух Местах Вот F10 Нажимаем Сохраняем И Теперь Что бы Мы думали Бы Делать Что бы Мы думали Бы Бы Делать Service Nginx Start Мы запускаем Наш Веб-сервер Обратно Service Nginx Start И Он Заработал Если Он Не Заработал Можно Всегда Проверить Его Статус Service Nginx Статус Вот Если Он Active Running И Весь Такой Зелененький Это Заебись Если Здесь Ниже Нету Никаких Красненьких Херней Это Еще Более Заебись Если Что-то Пошло Не Так Это Очень Странно Вот Но Эти Ошибки Надо Гуглить Ну В данном Случае Конфиги Вот Если Прям Применять Как я Оставлю То Здесь Все Должно Пойти Так Тут Нет Ничего Такого Криминального Обо Что Даже Другая Версия Nginx Может Споткнуться Вот После Того Как Сервак Запустился Мы Можем Наконец-то Наконец-то Мы Можем Взять Наши И Зайти На него И Что же Мы Здесь Увидим Мы Увидим Welcome To Nginx Welcome To Nginx А Что Такое Welcome To Nginx Откуда Эта Берется Ну Так Пара Слов Сейчас Немножко Отступление Про Того Как Веб Сервер Работает У Здесь Настройки Веб-сервера Рут Указан Как War VVV HTML Вот И Соответственно Если мы Запустим Просто Midnight Commander Как Он Есть И Перейдем В этот Каталог War VVV HTML Мы Увидим Здесь Собственно Index Nginx Debian HTML Это Тот Самый Файлик Который Собственно Открывается Нам И Говорит Что Привет То Есть По Пф3 Его Вот А почему Этот Файлик У нас Открывается Это Потому Что Опять Ж В Настройках У нас Написано Что Индекс Файл Нужно Называться Либо Index HTML Либо Index Nginx Debian HTML Как Он Называется В Реале То На самом деле Вот 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 Эту Херню Можно Убрать Она Здесь Лишнее Как Бо Ненужное Да Оно И Так Будет Работать Вот Но Помимо Того Что У нас Есть Этот Файлик Все Вот Эта Хурма Да У Нас Location Location Что Такое Location Location Он Позволяет Настроить Дополнительные Привязки По Путям То Есть У Нас Есть Рутовая Штука Да И На самом Ну вот Location Proxy Он Эта Опция Позволяет Сделать Так Что При попытке Открыть Это Имя Slash Proxy То есть Если мы Наберем Вот Так Вот То Он Не Откроет Какой-то Proxy HTML И он Не Откроет Папочку С названием Proxy Вот В этой Корневой Директории Да А он Например Пойдет Куда-то Еще Вот И Сейчас Он Попытается Пойти На Локальный Порт 10000 Но На нем Пока Ни черта Нету Поэтому Если мы Прямо Сейчас Попытаемся Эту Страницу Открыть Он Нам Скажет Что Типа Плохой Шлюз Короче 502 Ошибка То есть Он Типа Пытается Послать Запрос Но Он Пытается Послать В Никуда И Типа Никто Ему Не Отвечает Если Мы Наберем Proxy 1 Дает Другую Ошибку Потому что Он Не Может Пройти Спросить С этого Адреса Внимание Вопрос Кто-то Знает Что Такое Порты Вообще Разве Что Только Я Хостил Там Серваки По CS 1 6 Я Знаю Что Приходится Постоянно Открывать Чтобы Был Доступ Извне Окей Короче Вкратце Я Поясню Что Вообще Такое Порт Что Такое Вообще Порт Если Мы Вернемся К Схеме Самый Самый Начальный Уберем Все Лишнее Вернемся Вот Примерно На этот Уровень Тут Я Говорил Что Да Типа Есть Айпишники Там Типа Айпишник Айпишник Б Из серии Да Вот Наш Поиск Куда То Идет На Сервак Везет Сосиски Везет Сосиску Вот Нарезанную Нашинкованную Сосиску В которой Может быть На самом Деле Там И сайт Мы Пытаемся Открыть И в Телеге Торчим Стримом И По Скайпу Еще Общаемся Короче Одновременно С дискордом В одно ухо Скайп В другое Дискорд Все это делаем Одновременно Вот И возможно Даже У нас Сервак Все эти штуки Обслуживает Один и тот же Это уже Нечто утопическое Ну почему бы и нет Так вот В таком случае Когда мы Везем кучу дров Разномастных Вот На один и тот же Сервак То Каждое приложение На этом сервере Ну собственно Сервер приложения Каждого Он должен понимать Что вот Вот эта часть сосиски Она ему А другая часть сосиски Например не ему Айпишник у нас Один и тот же А как тогда разделить Весь груз Он тогда Делится собственно По портам Вот Порт это фактически Если Скажем так Если сравнивать TCP IP Не с поездом А с обычной почтой С обычной С обычным письмом Таким классическим Да То вот IP адрес Это будет Номер квартиры Куда мы письмо послали А Порт Это будет имя Кому мы послали В этой квартире Собственно это письмо Вот То есть Порт это нечто Абсолютно Это абсолютно Виртуальная субстанция Она как бы На уровне системы Там в каком-то виде Существует И обозначается Просто каким-то числом Вот То есть Фактически Когда мы Открываем Сайт Вот Вот этот вот Да Мы попадаем На страницу Да Но Фактически Здесь мы используем 443 порт Который мы даже Можем дописать В такой аннотации Через двоеточие Порт обычно указывается Где только можно Вот 443 Мы попадаем туда же А вот если мы Попытаемся открыть Например Восьмидесятый порт То Сайт у нас Не открывается Потому что Потому что Nginx Запущенный Он Слушает именно 443 порт Опять же Почему? А потому что Здесь написано Что Он Сервак Слушает На таком адресе На своем Родном адресе Вот На 443 порту То есть Он ждет пакетов От нашего браузера Которые прилетят Именно на 443 порт Вот Если они прилетают Куда-то еще Ну они куда-то прилетают Типа Сервак такой Ну я хуй знает У меня нет такого приложения Вообще Который тебе Обслужит этот Восьмидесятый порт Вот На 443 А почему 443 Здесь можно не писать Потому что HTTPS По дефолту Работает на нем А вот если мы Напишем HTTPS То он по дефолту Работает на Восьмидесятом порту Вот И у нас Сайт нихера не открывается Он сейчас будет Думать 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 Скажет Ну не ж могла А с HTTPS Все нормально Вот Таким образом Это мое Таким образом Чего Я хотел сказать Я хотел сказать Что Вот эта штука Вот эта конструкция Она Говорит Что На сервере Ну 127.001 Это локальный Апишник Всегда С самого Компа Любого Вот Любой комп Какой мы берем Это такой Типа Дефолтный Апишник Который у компа Всегда присутствует Типа Свой собственный Он всегда одинаковый 127.001 Вот И Вот этой опцией Мы говорим Что Весь трафик Который полетит В сторону Вот этого адреса То есть При попытке К нему обратиться Назовем это так Весь этот трафик Должен быть слит На локальный Апишник Самого сервера Каким бы он ни был Его менять В данном случае Никуда не надо На Десятитычный порт Но для этого Нам нужно Поднять какое-то Приложение На этом Собственно Десятитычном порту То есть Тогда у нас Трафик пойдет Сначала в Nginx А Nginx Такой Ага Окей А у меня здесь Написано Что это надо Перенаправить И перенаправит Вот сейчас Сейчас он это делает В пустую Мы сейчас Сделаем Чтобы это было Не в пустую Мы же это Сделаем Сейчас Так Да Это запустили Настройка Shadow Socks Собственно Финалочка Финалочка Подходим К ней Редакцируем Вот этот файлик Который у нас Тоже появился Когда мы Все это Дело Вначале Установили Командочка Така Мц Едет Это Shadow Socks LiveDef Конфиг Джейсон Вот Здесь у нас Есть Дефолтный Джейсон Дефолтный Джейсон Который нам Нахрен Ненужный Его можно Сразу убить Вот Ну можно Погуглить Что эти опции Означают Все такое Вот Но нам Сейчас Нужен Наш Уже Кастомный Конфиг Вот этот Копируем Shift Insert Вставили Значит Что Этот Конфиг В двух словах Означает Это означает Что У нас Будет Запущен Сервер Shadow Socks Он Будет Слушать Локальный Айпишник 127.0.0.1 То есть Он не будет Принимать Запросы Напрямую Из интернета Он будет Ожидать Что Вот Что-то На самом Этом сервере Обратится К нему На этом Порту Вот Это Как бы Важный момент Это именно В случае Если мы Делаем Связку С nginx То есть Мы можем Заставить Мы можем В качестве сервера Прописать Айпишник Самого сервера То есть Не 127.0.1 Локальный А вот Тот который Мы здесь На vds Настроили Но это Нужно делать В случае Если у нас нет Nginx Мы вообще Настраиваем Shadowsox Просто чтобы Он сам Слушал интернет Вот В данном случае За всю интернет Вот эту связь Отвечает Nginx Поэтому здесь У нас 127.0.1 Вот Он слушает Чисто 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 Сам сервер Слушает Сам себя Ну Я имею ввиду Сервер Как Виртуальная Машина Блять Кажется Я начинаю Загоняться И Говорить Много Слов Ненужных Сервер Порт Это Десятитысячный Порт Вот Пароль Короче Пароль Это Буквально Пароль Для подключения К Shadowsox Он будет Настраиваться На сервере И на клиенте Сюда Можно вбить Вообще Что-то Дико Непотребное Супер Длинное Вообще Изи Просто Чем Длиннее Пароль Чем Больше Внем Всякого Говна Тем Лучше Таймаут Пятьдесят Просто Поверьте И оставьте Так Метод AES 256 GSM Это GSM Это Метод Шифрования Опять же Я не проводил Супер Исследования Но я Почитал Shadowsox Поддерживает Целую пачку Шифрований И вот Это шифрование Оно вроде Как Ну Типа Одно Из Самых Надежных Там Вот Там Есть Какие-то Определенные Свои Тонкости Когда Можно Взять Не Одно Шифрование А Другое Но Типа С ним Работает Оно Надежно Хорошо Вот Соответственно Вот Эти Опции Мы Оставляем Три Штуки Fast Open Review Sport Emod Nameserver Указывается Гугловый Или Какой-нибудь Другой Nameserver Это будет Этот Этот ДНС Будет Использоваться Именно При работе С Shadow Sox Когда Мы будем Через Ну Какой-то Софт Настраивать Для работы С Shadow Sox То Соответственно Resolve Будет Айпишников Происходить Через Вот Этот ДНС То есть Ну По сути Это Нужно Указывать Что-то Публичное Что-то Надежное 8 8 8 8 8 8 4 4 Или 4 Единички 1 1 1 1 Вот Что-то В этом Духе Это Публичные Гугловские И Цисковские Вроде 4 Единички Циска По-моему Вот Адресант А Да Точно Cloudflare Вот Ну Короче Обычно Я пишу Сюда Гугловские Они Еще Ни разу Никуда Владили Вот Плагин И Плагин Opt Ну Плагин Пишется Прям Так Прям Так Плагин Opt Пишется С учетом Того Чего Мы Там Написали В Конфиге Nginx То есть Вот Этот Слэш Прокси Он Должен Здесь Совпадать То Там У нас Слэш Прокси Адрес Здесь У нас Слэш Прокси Адрес Можешь Кинуть Серверную Часть Опять Живу А Да 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 Сейчас Только Пароль Поменяю Так Скинул То есть Здесь У нас Меняется По сути Чего Меняется Пароль Под себя И Меняется Вот Эта Вот Часть Прокси То есть Если 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 Ее Меняли На В Конфиге Nginx То Здесь Ее Надо Тоже Поменять Вот Но В Принципе Можно Оставить И Так То есть Тут Как бы Вот В Этой Часть Никакого Особого Секрета Нет Для Провайдера Она Будет Зашифрована Как Часть Адреса То есть Провайдер Ее Не Раскусит Не Поймет Вообще Куда Вы Ходите Он Будет Видеть Только сервак Вот Так Что Вот Эту Часть Можно Оставить Свою Главное Поменять Пароль Вот Этого Будет Более Чем Достаточно Все Нажимаем F10 Сохраняем Вот И после Того Как Мы Это Сохранили Мы Перезапускаем Shadowsox Так Это У меня В файлике Отмечено Что Мы Перезапускаем Я Надеюсь Что Да Так Настрой Shadowsox Поправили Конфиг И Перезапустили Shadowsox Рестарт Что Же Мы Типе Что Же Теперь Поменялось Что Же Теперь Поменялось А Поменялось Теперь Что Если Мы Теперь Попробуем Ну На Основной Сайт Мы Пытаемся Зайти Да Welcome To Nginx Все Все Работает Все Как И Прежде Но Вот Если Мы Теперь Попробуем Зайти На Прокси Прокси Скажет Бля Бэт Реквест Вот Это Уже Ответ Самого Shadowsox То есть Nginx При попытке Зайти На этот Адрес Он Такой У меня Написано Надо Перенаправить Запрос Куда-то Вовнутрь Себя На Десятитычный Порт А Там У нас Shadowsox А Shadowsox Говорит Бля Бэт Реквест Потому Что Ну Типа Он Не Ожидает Что К нему Через Браузер Пойдут Он Ожидает Что К нему Пойдут Через Клиента Вот Но Это Уже Как Б Говорит О том Что У Нас Серверная Часть Как Минимум Настроена Ну Правильно Вот То По Крайне Shadowsox Поднялся Связка С Nginx Тоже Работает Вот Все 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 Офигенно Вот И Теперь Что Нам Остается Настроить Теперь Нашу Локальную Часть Потому Что Мы Хотим Этим Добром Пользоваться Для Этого Нам Нужен Собственно Сам Shadowsox Установленный На Компе На Телефоне На Холодильнике На Sony PlayStation 10 Забиваем Shadowsox И Сразу Блять Охуенные Охуенные Блять Мануалы В которых Вот Все Подряд Вот Что Нужно Не Написано Все По Кусочкам Надо Искать Так Shadowsox Download Может Да Да Shadowsox Org Shadowsox Org Clients Здесь Есть Все Рекомендуемые Клиенты Под Все Подряд Вообще Даже Под Прошивку Роутеров Вот Короче Я Для винды Использую Самый Первый Shadowsox Win Есть Outline Который Существует И под Android И под Винду И под Linux По моему Тоже Есть Короче Я Им Не Пользовался Про Него Сказать Ничего Не Могу Хороший Плохой Злой Я Буду Показывать На Вот Этом Примере Вот Он Клиент Не Без Косяков Скажу Прямо Маленьких Косячков Там Есть Есть У него Маленьких Косячков Вот Но Настройки По сути Во всех Клиентах Одинаковые Должны Быть Поэтому Насрать Как я Сейчас Покажу Повторить Для всех Ну Для Андроида Там Есть Одна Маленькая Деталь Совсем Вот Короче Берем Самую Самую Первую Shadow Socks Идем На GitHub Качаем Последнюю Версию Вот Вот В чем С Shadow Socks Здесь Здесь Засада То Что Именно У этого Клиента Есть Такой Косяк Что Его Можно Настроить Только От Имени Администратора Если Запустить То Зажимаем Правый Shift Нажим Что Почему А почему Нет Опции Что Погоди Секундочку А почему Нельзя А может Ну-ка Сейчас А А Фу Блин Он Скачался Как Этот Как Архив Я Тупой Все Извечь Все Винда Это Которая Маскирует Эти Архивы Да Вот Все Он Распаковался Короче В папочку Shadow Socks Вот Все Это Zip Это Папка Все Не путать Вот Короче Запускается От имени Сейчас Сформулирую Чтобы Делать Какие-то Настройки В нем Его Нужно Запустить От имени Администратора Но У него Есть Опция Автозапуска И Когда Эта Опция Автозапуска Работает При Перезагрузке Но Не Дает Поменять Настройки Причем Явно Про Это Сам Ничего Не Говорит Это Нужно Иметь В голове То Есть Вы Один Раз Настраиваете Ставить Его Автозагрузку Бед Не Знаете Но Если Что Нужно Перезапустить Вы Из Трей Выковыриваете Убиваете Запускаете От имени Администратора Делаете Настройки Нужные Сохраняете Ну И После Этого Можно Либо Сразу Перезапустить Либо Там Подождать Перезагрузки Венты Как бы Он Будет Нормально Работать Вот То есть Это Надо Иметь В голове Вот Поэтому Первый Раз Запускают Ими Администратора И Он Сейчас По-моему Сразу В трейд Орванев Блядь Прикольно У меня Он Вообще Вылетает А Он Говорит Что Нужен Нет Фреймворк Ах Ты Скотина Ну Че У меня 4.8 Охренеть Вы Хотите Сказать Блин Интересно Ата Вторая Хрень Этот Отлайн На Кутэ Нет Ну Кутэш Нет Кутэшка Потребует Тоже По-любому Фреймворк Просто Outline А Опимидж Да Сейчас Погоди А может Там Все Проще Будет Давай Попробуем Опимидж Опимидж Он Для Деби А Нет Вот Опимидж Ну Опимидж Это по идее Все В себе Должен Хранить Давай Попробуем Его Он Он Ж А Погоди Опимидж А он У меня Тоже Чем Открывается Под Виндой Точно Точно Не Винраром Я Уже Проверил Погоди Ка Ладно Короче План Действия Такой Попробуем Outline Здесь Даже Есть Директ Дон Лучше Короче Посмотрю Заодно Что Отline Вот Чем Чем Может Я На него Пересяду В итоге Почему Нет Просто Outline По-моему На джаве Написан Блядь Ну Судя По размеру Он действительно На джаве Написан Все У нас Через Ж Этот На дотнете Написан А отлайн На джаве Ну Типа Они Пытаются В мультиплатформе Хотя Хуй Знать Ничего Блядь Ты Серьезно Блядь Я не хочу Тап Уставить Так В пизду Отменяем Короче Короче Нет Фреймворк 4.8 Погнали Фреймворк Так Фреймворк Ну Как Можно В современном Мире Что-то Поставить Блядь И Не Споткнуться Об Эту Хуйню Где У Нем Выше Выше Блок Блок Да Еще Повыше Скачал Вот Автономный Установщик Автономный Установщик Погнали Блядь Сейчас Еще На Полчаса Короче Этот Фреймворк Обновляться Будет Надеюсь Что Нет Вот Опять Же То О чем Я Не подумал Потому что Это Все Стоит И Работает Ну да Какие-то Мелочи Все равно Забываются Когда Да Даже Забываются С Нуля Я Фрейм Я То Фреймворк Этот Не Под Shadow Sox Ставил Понимаешь Он У меня Просто На Компе Стоит Уже С Незапамятных Времен И Обновляется Периодически Вот Я Как Ну И Ладно А Тут Он Да Типа Хуй Хочешь Софт Поставить Хочешь Хочешь А Вот На Тебе Поставь Сначала Его Да Вот Но В сущности Мы уже На финишной Прямой Вот Мы Сейчас Ставим Этот Фреймворк Мы Ставим Shadow Sox Настраиваем Эту Фигню И Собственно Она Просто Работает В Случае С Андроидом Я Не Знаю Как Показать Случай С Андроидом С Андроидом Там Есть Такой Момент То Что А Ну Кстати Да Нам Потребуется Кстати Не Только Shadow Sox Сейчас Установить Но Еще И Плагинчик К нему Кста Да Тот Самый Витурэй Да Так Что Давай Кому Сейчас У них На сайте Есть Где-нибудь Сомневаюсь Откуда Я Интересно Интересно Откуда Я Качал Витурэй А Ну С Гитхаба Собственно Shadow Sox Витурэй Download И Вот Здесь Можно Перейти На Гитхаб И Что У нас Тут Есть Вот И Нам Нужен Витурэй Плагин Windows AMD 64 Ну Какая Актуальная Версия Короче Назовем Это Так Вот Качаем Ее Тоже В загрузке Так Пока Там Фреймворк Ставится Я Делаю Вообще Обычно Как Вот Я В самом Корне Диска С Делаю Папочку Bin Ну Это Так Это Чисто Моя Привычка Если Какие-то Кастомные Исполняемые Файлы Надо Повалить Это Можно Сюда Сделать Просто Путь Короче Получится Потом Это Не Из Каких-то Там Соображений Более Заумных А Просто Вот Потому Что Так Скачалось Это Херня Куда Вот Она Вот Она У нас Тар А И Он У нас В Таре Который Конечно Же Конечно Же Да Нам Нужен Какой-то Архиватор Да Винерар Наш Друг Ладно Мы Тут Короче По Это По Это На Голом Компе Короче Да Погнали Качать 7zip Вот Я Надеюсь Что Конечно У всех На Такой Проблемы Так Берем Его Там На самом деле В этом В этом В архиве Там Тупо Икз Так Все Заинсталировали 7zip Так Ассоциировать Окей Так Так Вот он Вот у нас Замечательный Плагинчик Он У него Акзе Не показывается Да Потому что По дефолту Семерка Скрыта Херня Но он Приложение Он Икзе Все Его Смело Берем И копируем В папочку Бин Вот я его даже Переименовывать Не буду Название Длинное Но Типа Понять Не будет Так Фреймберг Тем временем Сука Ставится Да Капец У меня Даже Не на Этой Стадии Ну Он Мне кажется Это Сейчас Быстро Дольется И Точно Так же Встанет Блин У него Инсталлятор Сколько там 150 гигов Или что-то Типа Типа Чему там Ставится Казалось бы Как у них Этот фреймворк Обновляется Что Каким бы Маленьким Не был бы Инсталлятор Он Все равно Полчаса Там Будет Думать Ну Маленькие Это же Онлайн Инсталляторы Большие Офлайны Ну Что-то Ставится Вечность Ну Да Сам Процесс Видимо Обновление Этого Фреймворка Он Какой-то Заумный Там Что-то Не знаю То ли Он Там Проверк Очень Многих Делает Внутренних Короче Сидишь В Руси Ждешь Ну Ну По сути Да Короче Нужно На клиентскую Часть Скачать Витурэй Плагин И скачать Сам Шадоус Окс В случае С андроидом Опять же Пока Все Это Ставится Хуйня Поставился Не успел Сказать Блядь Серьезно Да Может Позже О О О О О Полегче Я Виртуалку Закрыл Случайно Сейчас Короче В случае С андроидом Там В чем Это Самое Передрен Матрен Ничего Тебе Этих Кабрин Да Тут Камнище Всякого С ума Сойти Перезагрузить Бла 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 Куча Дебинов Вин XP Виртуалка Что Ну Там Всякое Разное Да Слушай Че Только Не Может Не Пронадобиться Прикольно Вот У меня На Фреймворк Не Предложил Мне Перезагрузиться А он Тебя Стоит Потому Что Он Просто Обновился Я Не Знаю Или Он Тебе Тоже Не Стоял Нет У меня Не Стоял А может У тебя Десятка А у меня Семерка Я не знаю У меня 8.1 На ноутбуке Сейчас стоит Может В чем то есть Отличие Не знаю Ну Короче Я не ва Это Принципиально Что я хотел сказать Про Android Нам Нужен Shadow Socks И V2ray Плагин На Android Опять же Можно Поставить Outline Но Опять же Там Есть Клиент Который Называется Просто Shadow Socks Я Наверное Сейчас Покажу Ссылки На Маркет Может Быть Просто Типа Как Это Тоже Чем Я Пользуюсь Чем Че Я Могу Порекомендовать Грубо Говоря По крайней Мере На Уровне Что Оно Действительно Работает Вот Оно Тоже Ставится Раздельно Есть Просто Shadow Socks Клиент И Есть V2ray Плагин Они Ставятся Как Два Разных Приложения Но Shadow Socks Клиент После Установки V2ray У себя В настройках В своих Начинает Его Видеть Вот То есть Вот Такая Вот Камбука Причем По-моему Это Тоже Два Разных Производителя Вот Возможно С Outline Оно Работает Точно Так Ж Ставится Outline Ставится Тот же Самый Плагин И Outline Тоже Начинает Видеть Возможно Это Работает Так Значит На чем Мы остановились Мы остановились На том Что мы поставили В папочку Бен В папочку Бен Кинули Плагин Я даже Я даже Не буду Закрывать Теперь Надо запустить Сам Shadow Socks Да Shadow Socks Ну-ка Опять же А ты Меня Администратора Запускаем Он такой Да Да Вот И он У нас Запускается Запустился Во И он такой Да Сразу Редактирование Серверов Вот Это он При первом Запуске Наверное Так делает Потому что В автозапуск Когда его кидаешь Он уже Не выплевывается Он чисто в трее Вот И короче Погнали Значит Что Мы Здесь Должны Настроить Во-первых Мы Здесь Так Во-первых Браузер Да Верните Пожалуйста Так Во-первых Мы Прописываем Наш ДНС Ну В данном Случай Сюда Можно Написать Айпишник Вот Но зачем Если У нас Есть Имя Дальше Порт Естественно 443 Пароль Качаться Не надо Ничего Не нужно Все Хорошо Так Я Сразу Законнекчу Рувак Пароль Пароль Тот Самый Пароль От Шедо Сокса Да Кстати Из терминала Из пути Копиру Вставляется Правой Правой мышкой Как я говорил Буфер То есть Правой мышкой Я нажимаю И Вставляется Копируется Путем Выделения Нужной 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 Строки Там Или Чего-то И нажатием Просто В свободном Месте Или в том же самом Просто Левой мышкой Пуньк И оно Скопировалось Кто это Придумал Короче Пароль Втыкнули Пароль Шифрование Такое же Как у нас Указано Здесь Это IS256 GCM Вот он Здесь Есть Плагин Пусть К плагину Cbin И дальше Слэш Название Файла Без Экзэшника То есть Вот В данном Случае Экзэ Писать Не надо Хотя Сам Файл У нас Точка Экзэ Если Здесь Что Буш Это Апак Вид Где там Это Скрывать Расширение Файлов Вот Уберем Вот То есть Это Экзэшник Это Экзэшник Чтобы никто Ничего не подумал Но В настройках Вот здесь Именно По крайней мере Вот этого Клиента Мы указываем Без Экзэ То есть Просто имя Файл Указываем Cbin VTRAE Плагин Windows AMD64 Опции Плагина Опции Плагина У нас Будут Сейчас Покажу Какие Опции Плагина Это я писал Для Линуксового Клиента Но они В принципе Это Одинаковые Короче Что для Линукса Что здесь Опции Плагина Будут Вот такие TLS Fastopen Path Слэш Прокси Это Тот Слэш Прокси Который У нас Адрес В вебе Где там Который Нжин Обрабатывает И Хост Вот здесь Вот Наш Хост То есть При Настройке По сути Вот в этой Всей строке Нужно Поменять Только Хост Равно Подставить Своё имя Равно Как и сюда Вот И Слэш Прокси И опять же Если меняли Слэш Прокси Который У нас Вот здесь Слэш Прокси Который Файли Конфигурации Nginx Вот этот Слэш Прокси Вот этот Слэш Прокси Это Слэш Прокси И вот Этот Слэш Прокси Это Все Один И тот же Слэш Прокси То есть Если Где-то Поменяли Надо Менять Везде вот Далее Надо убрать Галочку переносимый Вот, это важная хуйня Так, ну и по идее просто применить А, и порт прокси А порт прокси Его можно в принципе оставить Который по дефолту 1080 Это порт локального прокси Это именно клиентская часть Вот эта, которую мы сейчас устанавливаем На вашем компьютере Поднимет свой сервис На этом порту И именно этот порт мы будем указывать В браузере Там, не знаю, где-нибудь там В телеграме, в наших приложениях То есть этот порт мы можем Оставить 1080, например По дефолту, почему бы и нет Вот, применяем, ок Все, ShadowSox у нас Здесь стоит Правая мышка, если на него ткнуть Можно Увидеть, что у нас сервер Вот он сохранился Галочка напротив него стоит Можно поставить автозагрузку ту самую Почему бы, собственно, и нет Пусть стоит Вот Ну и, собственно, все Больше здесь нам ничего делать не нужно Дальше нам нужно проверять А вообще А заработало ли А заработало ли оно у нас Для компа Для компа Ну, для какого-то Просто какого-то приложения Конкретно там Да, можно просто Прописать SoxProxy На адресе 127.0.0.1 С вот этим портом 1080 Вот Все, больше там Там обычно Логин, пароль еще можно ввести Их не надо указывать То есть В данном случае У нас прокси локальный Без логинов, без пароля То есть Логин и пароль Это чисто для связки С самого Shadowsox С сервером С его Вот С нашей стороны Надо будет указать Просто 127.0.0.1 10.80 Вот Как это сделать для браузера Так Мне, кстати, кто-то что-то писал Да, писал Так Как это сделать для браузера Как я это делаю, по крайней мере Для браузера Если у нас Chrome Ну, в принципе И Firefox тоже Вот Есть такая Есть такое расширение SwitchProxyOmega По-моему, так пишется Да, SwitchProxyOmega Мы его ставим Для Для Firefox Есть Оно, по-моему, тоже Есть для Firefox А может быть и нет Для Firefox Для Firefox есть FoxyProxy Оно очень сходное По функционалу Прямо практически Один в один Вот И, кстати, его можно Использовать Еще и на андроиде Но, правда, на андроиде Там Есть свой нюанс Что приложение Что Именно на уровне браузера Можно и не ставить Никаких расширений Там Можно по-другому настроить Именно под браузер Всю эту фигню Вот Но, как бы На компе Вот Прокси Свитчи Омега Господи, у них название Блин, все время путаю В каком порядке Эти слова Короче, вот оно у нас Установилось Как оно работает Оно позволяет Автоматически выбирать Прокси В зависимости от сайта И я его настраиваю Следующим путем Что у меня по дефолту Для всех сайтов Работает прокси Вот это вот ShadowSox А для каких-то Отдельных сайтов Я могу сделать так Чтобы они работали напрямую Вот Но это нужно для Наших в основном Российских сайтов Которые не работают С зарубежными IPшниками Вот Ну типа госуслуг Те же самые Потому что госы Они чисто из России Открываются Они там прям Забанили видимо Все чужие Вражеские IPшники И как бы И вуз не дуют Но грешат этим Кстати не только Всякие Государственные сайты Ну и там Многие наши магазины Не открываются Я так стал замечать Вот То есть только Только с российских адресов Вот Поэтому я это настраиваю Следующим образом Во-первых Я добавляю новый профиль Здесь по дефолту Есть профиль прокси Ну кстати Его можно в принципе Сразу не настроить Выбираем протокол Sox5 Выбираем сервер 127.0.0.1 Еще раз Это наш Это локальный компьютер Всегда 127.0.1 Это IPшник Локального компьютера То есть мы здесь Когда на серваке Его прописывали Где-то вот здесь Вот То в контексте Вот этой настройки Это сервер Вот То есть у него Есть такой IPшник Вот Но на нашем компьютере Этот IPшник тоже есть И он указывает Уже на наш компьютер Вот это Как бы Важно понимать Это просто Вот IPшник Который есть на каждом устройстве И обозначает его самого И порт 1080 Который мы указали В Shadow Sox Вот здесь вот В клиенте Вот Опять же Если открыть Редактировать серверы Вот у нас прописано Здесь можно Что угодно написать То есть Если не хочется Дефолтный Можно любой Взять Там Ну типа От От Тысячного До 65 тысяч Там какой-нибудь Там Этих портов Ограниченное количество Там 65 тысяч С чем-то Это какая-то Степень двойки Вот Это верхний предел А так в принципе Ну Можно вбить Какой-нибудь Вот нолик Добавить Да и он будет Уже Действительно 1800 Тоже будет Работать Вот Сюда это прописали Нажали Apply Так Проксевый У нас работает Уже сейчас Что Как это можно Проверить Мы Во-первых Включим Показ Чтобы этот Плагинчик У нас здесь Тыкался Вот У нас здесь есть Директ Выберем Директ Для начала Это прямое Соединение И И зайдем На май Айпи Какой-нибудь Там Майайпи Что он Показывает Ну Показывает Что сейчас У меня Вот такой Айпишник Это Айпишник Моего Компа Моего Провайдера Вот А теперь Мы С директа Переключимся На Прокси У нас Автоматически Обновится Страница И у нас Поменялся Наш айпишник Теперь он У нас Хостед Байвад Айпишник Айпишник Вот Такой То 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 В таком Положении Когда у нас Явно Выделено Прокси Мы Сейчас Уже Спокойно Заходим На сайт Через Наш Сервак И Тем Самым Мы Проверили Заодно Что У нас Корректно Все Настроено И Все 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 Замечательно Работает Как Теперь Чуть Более Правильно Настроить Прокси Вот Как Я Сейчас Объяснял Делаем Новый Профиль Называем Его Др 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 Этот Др Мы Сделаем Виртуальный Профиль Не Помню Зачем Это Надо Но Лучше Но Лучше Так Делаем Виртуальный Профиль Который Будет Указывать На Директ Вот Честно Я Не Помню Нахера Я Так Сделал У Меня Так Настроено Вот То Есть Это По Сути Профиль Который Равен Профилю Директ И Теперь В Авто Skip Гайд Вот В Профиле Авто Мы Делаем Так Дефолтно Мы Указываем Профиль Прокси То Есть По Дефолту Только Прокси А Вот Здесь Вот Мы Указываем Значит Например Вот Этот Вот My IP Ру Да Указываем Просто Домен Вот Так Вот 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 Так Вот Так Эту Удалим Лишнее Указываем Что он Работает Через Дректы А Дефолт Через Прокси Значит Теперь Нам Нужен Так Аплай Здесь Ставим Авто Свитч И Найдем Найдем Еще Какой Ни Май Айпи По-моему Был Еще Какой Не Хочу Ни В Какой Аккаунт Заходить Вы Че Принимаю Ну Идите Нафиг Вот Ту Айпи Например На сайт Мы Заходим Что Мы Видим Мы Видим Сайт В смысле Мы Видим Апишник Провайдера В смысле Как раз Удаленный Тот Который По дефолту Амайпи Показывает Адрес Провайдера Вот То есть Он Видит Что Сайт Майпи У нас Включен Вот В этот Вот Список На Автосвиче И Все Его Поддомены Ну Почему Здесь Звездочка Точка Домен То есть Все Что Ходит На Этот Сайт И Подсайты Оно Идет По Прямому Маршруту А Все Остальное Через Прокси Что Собственно Видим Здесь У нас Прямой Маршрут Нет Байонет Мой Проф Вот А здесь На другом Сайте Нам Показывают Что Тип Адрес Вот Такой Теперь Можно Проверить Кстати Скорость Как Это Все Работает Как Его Спид Спид Тест Ну Как Показывает Практика Потери Скорости Крайне Незначительные То есть Если Есть Хорошая Скорость До Сервера Сама По Себе То Проксия Вот Это Вот Она Что-то Сильно Не режет Опять же Можно Сделать Что Можно Например Этот Спид Тест Кстати Опять Будет Показатель Мы Опять же Добавим Новый Строкой Сюда И Сохраним Ну Кстати И сравним Так Рефреш Вот Пока Он У Нас Практика Почему Он Пытается Все Ром В Амстер Залезть Я Не Понял Он Все Ром Пытается В Амстер Почет Залезть Наверное Все Он Видимо Проверяет Даст Хотя Вайфаер Он Правильно Определил То Есть Он Айпишник Видимо Определяет Одним Путем А Ближайший Сервер Каким Другим Путем Ладно Не очень Показательно Вышло Сейчас По крайней Мере Айпишник С Вайфаера Должен Смениться На Наш Тот Да Вот Он Сменился Вот Теперь То Что Вам Я еще Верю Но Неважно Короче Какую Скорость Он Просто Покажет Мне Интересно У меня В принципе Дома Соточка То есть Я Выхожу В интернет У меня 100 Мегабит Путь До Нашего Удаленного Сервера Который Мы Развернули Ну Вот И Плюс Путь От Этого Сервера До С Какого То Сервака Спид Теста Ну Как Можно Видеть В принципе Скорость Хорошая Никуда Особо Не проваливается Сейчас Еще Обход Посмотрим То есть Вот Сейчас Трафик Бежит Через Промежуточный Наш Сервак Ну В принципе Да Все нормально У меня Пример Такая Скорость Есть Это Можно Сравнить Сейчас Включив Принудительно Директ Профиль Так Это У нас Через Прокси А теперь Мы Этот Автор Который Немножко Глючится Спид Тестом Очевидно Отрубаем Ставим Директ Посмотрим Еще раз Что он Покажет О Почему В Амстере Пытается Замерить А Можно Может Они В Москве Нет В Москве Есть Но Там Дом Руб Поставим Али Рост Телеком Так Ну-ка Еще У нас По скорости Напрямую Если смотреть Так Ну Аплоуд По-моему Чуть Провнее Но Опять На Уровне Погрешности Что-то Так А Ну Да Аплоуд Сейчас Прям Какой-то Ровный Аж Сливается Так Ну Смотрим Что У нас Пинг Побольше Естественно Потому Что Через Промежуточный Сервак Подрос А Так Ну Да Аплоуд Повыше Даунлоуд На уровне Погрешности На пару метров Там На полтора метра Поменьше То есть В принципе Ну Как бы Нормально Вот Так Что Именно Как За счет Таких Накладных Расходов Там Типа Шифрование Трафика Этого Туннеля До сервера Да Там Который Шидох Сосок Сделает Ну Ничего Ничего В принципе Не проседает То есть Можно Смотреть Спокойно Ютубчик Браузить Интернет Как Вообще Без вопросов Я Не знаю Ну В игры Разве Что Не поиграешь Наверное Какие-нибудь Мультиплеерные Да Там Типа Пинга Добавит Ну А как Б Оно Вроде Скорее Всего И не Нужно По поводу Игрулик Слышал Что Сделали Форк Витуре Под названием X-Ray Плагин Но По моему Все Гайды Что я Находил Они Собака На китайском Языке Ну Тут Надо Смотреть Там Какая Производительность Удп Трафика Попушет Или Что-то Ну Да Возможно Но Это Надо Читать Надо Опять Смотреть Этот Плагин Совместим Леон С Витуре Может Он Не Требует Обновления Серверной Части Может Только На Комп Поставить Ну Короче В это Я Не Углублялся Но Я Подозреваю Что Даже Если Какой-то Есть Плагин Вместо Витуре То Настраиваться Он должен Плюс Минус Так же То Ты Просто Кладешь Грубо говоря С одной Стороны С другой Стороны В таком Случа Если У нас Плагин Поменяется То Нам Нужно Будет В настройках Сервера Вот В этом Файлике Это C Shadowsox Libdev Config JSON Здесь Поменять Плагин Здесь Он Называется CSS Vitoray Плагин Но Это Такой же Бинарник Просто Он Установился Из Windows AMD 64 Который Вот Этот Файлик Вот То То Есть Я думаю Что Настраивается Все Примерно Так же Все Что Там Должно Поменяться Это Название Файлика Плагина И Возможно Какие-то Опции Возможно Какие-то Опции Но Это Опять же Если Для Игр Настраивать Но Честно Говоря Я Не знаю В нашей Ситуации Мне Кажется До Игр Вряд Лберутся Чтобы С Ну Да Это Уж Разберемся Вот Ну Опять Игр Я Просто Не знаю Игры Вообще Они Через Прокси Прокси Это В принципе Работают Это Все Рано Требует Настройки Прокси В клиенте Для Браузера Мы Взяли Настроили А Для Игры Нельзя Каждый Прокси Настроить Так Что Это Сильно Зависимая Штука Так Ладно Тогда Сейчас По По Линуксового Клиента Значит Чем По Крайней Мере В Деби Они Что Происходит Если Кому-то Потребуется Делается Файлик Вот Такое Вот Начало Такое Ставится Shadow Sox Точно Так же Как Он Ставился В самом Начале То Мы Ставим Ставим Короче Вот Эти Две Приблуды Вот То То Если Мы Настраиваем Клиента На Линуксе Соответственно Нам Нужен Цинжен И Нам Нужно Поставить Только Shadow Sox Shadow Sox LibDef Shadow Sox Vitray Плагин Вот Ставим Их Аптитюдом И Дальше Сразу Переходим Сюда Настраиваем Линукс Линукс Клиент Создается Вот Этот Файлик Точка Конфиг Shadow Sox Конфиг Джейсон Ну Не Обязательно Здесь Но Это Типа Его Дефолтное Вообще Расположение В котором Предполагается Вроде Как Его Хранить Сюда Заливается Конфиг Конфиг Кстати Я здесь Толком Не поправил Здесь Указывается Сервер Айпишник Нашего Сервера То есть Который Настоящий Да Вот Здесь У меня Скопирован Просто Не С того Места То есть По Уму Он Должен быть По Уму Он Должен быть Вот Этим Вот Так Повторяет Этот Конфиг В зависимости Дистрибутива Там По Разному Да Это Делается Вот Либо Вручную В консоли Каждый раз Просто Вбивать В общем Как Угодно Вот Вот То есть Эта Штука Вбивается Enter Жмакается И Все Все У нас Как Больше Шадов Фокс Работает То есть Дальше Уже Опять же В Браузере Там Других Клиентах Короче Этих Других Приложениях Просто Настраиваем Точно Так же Как Сейчас Здесь Я Порта Вот Этого 10 8 Локальный Порт Короче То Что Мы Указали Ну Вот Собственно И Все Вот По 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 Так Плеймаркет А че Плеймаркет У нас Уже Забанили Ладно Хорошо Так Такое Приложение Гуглплей Ну Просто Видишь У меня Уже Не Открывается Кстати Без Прокси Серьезно Сейчас Подожди Плеймаркет Так Шеду Сокс Директ Да Реально В Директ Висит Блядь Так Это оно Или не оно Как посмотреть Установленное приложение В плеймаркете Типа Типа Вот Зайти под своим профилем В мои приложения По-моему А или ты в телефоне Просмотришь Я пытаюсь Да Найти в телефоне Просто Тупо Это Ще Скажу В плеймаркете Где у тебя Поисковая строка Там уже Аватар Катого Профиля Грубо говоря Гугловского И там Управление Приложениями И устройством И тут По-моему Управление Ну это По-моему Те что стоят Сейчас А установлен Ну как Ну мне так Надо какие стоят Сейчас хотя бы Ладно По имени Ассортировать По-моему В андроиде Раньше Плаупса Типа Показать приложение В маркете А сейчас Что-то Как-то Ну да От макса ЛВ Да-да-да Короче Это вот Это приложение Shadowsocks Серая иконка И от макса ЛВ А у него Что-то Какое-то Еще вот это Если что-то Такое за херня А это For Android TV Понятно Короче Вот этот Нужно поставить Вот этот Shadowsocks А потом К нему Нужно поставить К нему Надо поставить А вот же Витурой Плагин От него же Правее есть А Все Да Да-да-да-да Короче Ставится Вот эта Шляпа И ставится Вот эта Шляпа И Настраивается Оно Значит О, сейчас По картиночкам Может получится Даже продемонстрировать Это примерно Ну там в принципе Создается профиль Проксятин Вот здесь Это основной Экран Добавляется Профиль В нем Прописывается Точно так же Имя сервера И пишник И всякая Хурма И Если стоит Витурой Плагин То в настройках Прокси Здесь Будет Блин Она здесь Не показана Да, наверное А, нет Показана Шэдоус Окс Профиль А, это основные Настройки Это не настройки Конкретной Профиль Здесь Короче Нет Нету Экрана В общем Здесь Настройка ХТ-прокси Что-то Тыкается Короче говоря И В самом Внизу Будет При Установленном Вот Этом Плагине Там Будет Еще Отдельная Опция Этого Плагина Где Можно Настроить Собственно Говоря Опции Плагина И указать их Собственно Точно так же Как Вот Эта Штука Вот То есть Сам плагин Если здесь У нас указывается Путь к бинарнику Там этого делать Не нужно будет Нужно будет Просто опции Плагина Прописать Вот здесь Как они Есть То есть Тоже При настройке Поменять По сути Только Свой хост Хост На свой хост Вот Прокси Опять же Там В миллион Раз Уже Повторяю Да Если Не меняли То Собственно Оставить Так же Вот И все Вот И В чем Короче В чем плюс Вот этого Приложения Ну Как плюс Вернее сказать В чем Особенность Этого приложения Не сравнивал Его с Этой Самой Как ее Там зовут Как она Была То То что Качали Здорово Это Аутлайн Да По сравнению С аутлайном Не могу Сравнить Потому что Аутлайн Не ставил Но У этого Клиента В основных Настройках Вот здесь Вот в Сеттингс Будет Такая Опция Типа Работать Про Блин Или Короче Либо в этих Настройках Либо в настройках Прокси Блин Забыл Опять же Короче Будет опция Значит Работать в режиме VPN Работать в режиме Или Работать в режиме Прокси И можно Поставить Опцию Сейчас Погоди Я все в телефончике Гляну Можно настроить Это таким образом Сейчас я точно скажу Даже где это Настраивается Да Это настраивается В настройках Прокси То есть Вот здесь Вот Короче Проксиатина Здесь Кнопочка Редактирования Будет На скриншоте Скрыта Заходите В настройки Прокси И там Будет такая Херня Режим VPN Для выбранных Приложений Это бомба Короче Можно в него Ткнуть Она как Включается Но одновременно Можно ее Настраивать Включается Этот режим Проваливается В настройке Этого режима И Если Сверху Будет Какая-то Байда Значит Типа Там будет Три Флажочка Которые Можно Будет Ну Радиобатон Короче Которые Можно Переключать В одно Из трех Положений Если Там Текст Побьется Переверните Просто В горизонталь Телефон Там Что-то Сверстка Короче В этом Приложении Она Поехавшая Какая-то Там Короче Будет Режим VPN Для Выбранных Приложений И Можно Для Конкретных Приложений Указать Чтобы Всегда Использовался Shadow Socks То есть Вы просто Указываете То есть Как бы Системвайт Это работает Не как VPN В таком Режиме Но для Конкретных Приложений Это будет VPN В чем Профит То есть В чем Альтернатива В чем Профит Казалось бы Можно Для каждого Приложения Указать Просто Использовать Прокси Точно так же Как На бинде Я сейчас Только что Настроил Типа Порт Указать Всякая Хурма Shadow Socks Потребуется Отключить Вы его Отключаете И у вас Браузер Престает Работать Потому что Он все еще Пытается Работать С проксей А прокси Как бы Уже И нет Вы ее Погасили А вот Случай С режимом VPN Для выбранных Приложений Оно В зависимости От того Как включено Или выключено Оно будет Работать Либо через прокси Либо напрямую То есть В самих Приложениях Это настраивать Уже Не потребуется То есть Shadow Socks Врубили Проксю Вот здесь Активненькая Она ставила Вот эта кнопочка Нажимается Она врубается Вот Оно включено Приложение работает Через прокси Оно выключено Приложение работает Напрямую Вот Вполне себе Удобненько Вот Ну либо можно Попробовать Outline Но Outline Я говорю Я не пробовал Вероятно Он настраивается Примерно так же Я не знаю Просто плагин Для него есть Витурей Или он встроенный Может быть Сразу идет Вот Ну вот Как бы Outline Тоже По крайней мере Он перечислен В списке Приложений Для Shadow Socks Да На официальном сайте То есть Ну Очевидно Им можно пользоваться То есть Там никаких Видимо Подлянок нету Разработчики На официальной странице Его рекомендуют В том числе Вот Ну в общем-то Все наверное Все что знал Показал Рассказал То есть В принципе Все работает Раз в месяц Придется продлевать Это имя Но это письмо Придет Вот Ну и пополнять баланс Собственно говоря За хостинг Вот В остальном Это все просто Работает И работает И хорошо Вопросы Да даже Вроде бы Все понятно Сам сейчас Сижу Тыкаешь Все работает Спасибо большое Вот Ну короче Если что Какие-то вопросы Еще там Дальше будут Там Можно будет В любом случае Написать Спросить Все такое Прочее Вот Я наверное Этот ролик Может быть Еще даже Перезалью Не знаю Буду ли я делать Какой-то текстовый Мануал С выжимкой Из него Честно говоря Как-то лениво Вот Но надеюсь Что по крайней мере В таком видео формате Оно тоже будет Относительно Относительно Понятно Воспроизводимо А ну единственное Что я файлик Этот Сейчас Скину В ветку Вот этот Вот Короче говоря Чтобы можно было Всегда к нему Обратиться Потому что Здесь Это самое Все Все необходимые Короче Эти Настройки Текстовые конфиги И всякая Хурма Вот Сейчас Занулю Маленько Так И Там конфиги Правил Так что Еще сохраню Вот Ну все На этом все Стрим Я тогда останавливаю Всем спасибо За внимание Надеюсь Надеюсь Нам это Не понадобится Вот что я могу сказать